В подвале было очень холодно и сыро. Ваня пытался согреться трением рук, но это мало чем помогало. Пол был бетонный и оттого ледяной. Он уже не чувствовал своих ног. Они будто превратились в камень. Бедняга пытался хоть немного прикрыть их своей пижамкой. Оставался примерно час до его освобождения. У мальчишки не было часов, но он знал, когда на работу выходил уборщик дяди Дима. И сейчас, судя по звукам, тот убирал снег на улице. Через час он пойдет к кухарке, чтобы попросить завтрак. Ваня часто оставался в этом подвале за свои проступки. Воспитатель сажал его сюда даже за сворованную конфету в буфете. Он не любил мальчишку. Тот слишком много себе позволял. Озорничал на уроках, не ложился в постель, когда требовалось, воровал оставшуюся от обеда еду с кухни. В этом приюте были такие же правила, как и во всех других. Ведешь себя хорошо — тебя хвалят. И, может, дадут нормальную порцию ужина. Ведешь плохо — сидишь в подвале целый день. Воспитатель всегда говорил, из любого можно выбить дурь. Главное — найти способ поизощрённее. Для него этим способом был холодный подвал. Особенно здесь не хотелось находиться зимой. Ведь если летом в жару тебя сажают в такое прохладное помещение, то это благодать Божья. Но зимой тут можно было помереть. И не от скуки, как летом, а от банального холода. Даже первый этаж отапливался очень плохо. Дети ходили больными, так как эти постоянные сквозняки продували помещение. Некоторые тяжело заболевали. Пару раз доходило даже до летального исхода. Но если ты счастливчик, как Ваня, то вряд ли умрёшь, даже в самом ужасном месте на этой земле. Как, например, этот вонючий подвал. Иван даже выработал собственную методику согревания. Хотя, конечно, он подглядел этот способ в книжке. Холодно? Сила трения поможет. Окоченели конечности? Не беда. Подуй на них тёплым воздухом изо рта. Ну а если эти способы не действуют, то... Просто прыгай время от времени и жди окончания своего наказания. Что и делал Ваня. Мальчик часто уходил в свои мысли, чтобы хоть немного помочь своему телу отвлечься от всяких проблем. Переохлаждение, жары и даже от боли от уколов. Ваня очень их не любил. Врачиха здесь делала их ужасно резко и жестоко. Поэтому в такие моменты он просто начинал мечтать. Вот у него большой двухэтажный дом в самом центре города. Он попивает свой любимый горячий кофе, сидя у камина, и читает книгу. Рядом с ним сидит его верный друг Пончик и охраняет своего хозяина. Конечно, все эти мечты были небеспочвенны. Когда Ивану становилось грустно, он часто доставал свою любимую книгу, и хоть у него не имелось камина и горячего кофе, у него был Пончик. Дворовая собачка, с которой его свела судьба год назад. В тот день Ваня снова сбежал из приюта. Он часто так делал, когда становилось слишком скучно или хотелось поискать приключений на одно место. А иногда он банально хотел свободы. Конечно, это не освобождало его от ответственности. И его все равно возвращали и очень наказывали. Иногда доходило даже до телесных наказаний. Но мальчик жил принципом «это случится не сейчас, а потом» и все равно сбегал. Прошлой зимой в декабре было так же холодно. Ванька выждал момент, когда воспитатель уйдет на пару минут, и осторожно спустившись вниз, где открывались окна, отворил фрамугу и ускользнул. Конечно, дырка в заборе была сделана заранее. И даже не им, а еще прошлыми поколениями. Но ею до сих пор пользовались. Воспитатели часто ее заделывали, однако ребята здесь жили проворные, и у многих все-таки получалось сбежать. Оказавшись на свободе, он поплелся по темным улицам, держа руки в карманах, чтобы они не так быстро замерзли. Его план, как и всегда, заключался в следующем. Он сбегает, роется по мусоркам в поисках еды или чего-то ценного и возвращается, когда замерзнет, или же находит место, где можно переночевать. И этот раз был не исключением. Однако ему в тот день очень не везло. Все мусорки уже были пусты, а если что-то и находилось, то это были лишь обертки от еды. И вот уже отчаявшись, Ваня поплелся обратно в свою клетку, где его посадят в подвал минимум на целый день. Внезапно к нему на тротуар выбежал щенок. Он был весь измазан какой-то липкой розовой смесью. Собачке было безразлично, что творится с ее шерстью. Правда, выглядел песик очень устало. Он еле-еле передвигал ноги. Когда к нему подошел Ваня, щенок очень удивился и даже оживился. Он с интересом смотрел на прохожего, а мальчишка, в свою очередь, осматривал дворняшку. Эта розовая мешанина на его шерсти была похожа на... Глазурь? Это было очень странно. Однако, когда паренек повернул голову налево, то увидел слово «пекарня», а возле этого здания находился маленький дворик, где стояли мусорки. Туда-то и вели розовые следы от лапок этой собачки. Ваня подошел к помойке, и его догадки подтвердились. Кондитеру, похоже, не понравилась глазурь, и он вылил ее прямо в мусорный бак, где щенок и поплескался. «Ты решил, что ты пончик, глупыш?» с улыбкой спросил мальчишка у песика, который теперь шел за ним. Ваня осмотрел щенка и понял, что зимой дворняшка не найдет, где помыться. Да и его это, похоже, не очень волновало. Поэтому мальчик решил взять его с собой. Да, он не питал надежды на то, что воспитатель разрешит этому созданию остаться в приюте. Однако в этом учреждении у мальчишки были и друзья среди сотрудников. Одним из них был дядя Дима. Ваня знал его всю жизнь. В приюте он был всю свою осознанную жизнь, и этот хороший человек помогал ему во всем. С уроками, часто защищал от воспитателей и давал дельные жизненные советы. Да, Ваня был непоседливым ребенком, ему всегда нужно было какое-то движение, поэтому сотрудники очень его не любили. Слишком много с ним было хлопот. Но дядя Дима разглядел в этом мальчишке что-то особенное. «Это же просто ребенок», — говорил он другим. «Дайте ему перезвиться». Конечно, такое отношение дало Ване понять, кому в этом мире стоит доверять, а кому нет. Дядя Дима никогда не оставлял парня в беде, поэтому и в тот день очень помог. «Дядя Дима», — шепотом произнес 13-летний мальчишка, «помогите, пожалуйста». Мужчина в тот момент вот так же убирал снег на заднем дворе детского дома. В этом году снегопады были нескончаемые, и эти завалы приходилось разгребать каждый божий день. Когда он обернулся, в его взгляде было удивление. «Ваня, ты что тут делаешь? Воспитатель тебя уже обыскался». «Ну и попал ты, пацан». Со строгостью, однако и с сочувствием, сказал Дмитрий. Конечно, мужчина, да и все сотрудники детского дома уже привыкли к выходкам этого мальчишки, но каждый раз, когда парень возвращался назад, он ловил на себе разочарованный взгляд дяди Димы. Тому всегда было очень жаль мальчика. Он много раз предупреждал его о последствиях таких вылазок, но Ваня его не слушал. Иван посмотрел на мужчину невинными детскими глазами, а потом отошел в сторону. За его спиной находился щенок, который смирно сидел на снегу и, кажется, даже улыбался. «А это у нас кто?» — спросил дядя Дима, садясь на корточки, чтобы изучить это маленькое существо, чье тело было почти полностью в розовой липкой глазури. «Ты что, его из волшебного мира конфет достал?» — пошутил мужчина. «Я нашел его у пекарни. Дядь Дим, он весь грязный, пожалуйста, помогите его помыть». Мужчина встал и строго взглянул на мальчишку. «Ты сейчас же отведешь его туда, где нашел». «Прошу, он весь липкий, где ему найти хотя бы лужицу? Сейчас зима, он совсем маленький». Дмитрий продолжал держать суровый взгляд, но через минуту всё-таки сдался и поддался на мольбы Вани. Он тяжело вздохнул, но всё же решил помочь бедолаге. «Ладно, я помогу твоему ушастому другу, но пообещай, что больше не сбежишь из приюта». Мальчишка думал недолго и активно закивал. Разумеется, обещаний выполнять он даже не планировал. Да и дядя Дима об этом догадывался. «Так вот ты где, несносный мальчишка!» — послышался голос воспитателя сзади. Ваня испуганно посмотрел на дядю Диму. Тот уже спрятал щенка за лопатой. Иван медленно повернулся на эти истошные вопли своего мучителя. Наставник резко схватил руку мальчишки и стал его отчитывать. «И где ты был полдня? Бродяжничал? Надеюсь, хорошо прогулялся? Потому что теперь два дня не выйдешь из подвала». «Борис Алексеевич, это я виноват. Я решил, что ему бы пошло на пользу, если бы он помог мне убрать снег. И я, дурная моя голова, не заметил, как пролетело время». Стал придумывать оправдание Дмитрий. Они с Ваней переглянулись, и Дима продолжил. «Прошу, не наказывайте его, это моя вина». Воспитатель грозно осмотрел Ивана. Тот не выглядел грязным, одежда была целой и чистой. Обычно паренёк приходил в полном рванье, и ему всегда приходилось давать новые штаны и рубашку. И сейчас наставник, похоже, поверил дяде Диме. «Что ж, ты лишаешься ужина, так как не отпросился». Не отрывая взгляда от мальчика, начал он. «А вы, — повернулся мужчина к Дмитрию, — впредь следите за временем. И предупреждайте меня, иначе вам предстоит разговор с директором». «Я вас понял, Борис Алексеевич», — повинуясь, — ответил дядя Дима. Воспитатель вопросительно взглянул на Ваню, будто ожидал, что тот тоже что-то скажет. «Я вас понял, Борис Алексеевич», — повторил Иван, подмигивая Дмитрию. «Безобразие», — возмутился воспитатель и повёл мальчишку в здание. Дима же остался один, а сзади него за лопатой смирно сидел щенок. «Ну, ушастый пончик с глазурью, пойдём купаться», — произнёс мужчина, взял пса на руки и понёс в свою коморку. «Как там пончик?» — спросил Ваня, входя в скромную комнату уборщика на следующий день. Она находилась на первом этаже, и вход сюда вёл с заднего двора. Хотя комнатка была маленькой, в ней много что умещалось. Односпальная кровать, старенький письменный стол и даже телевизор с холодильником. Очень часто это помещение напоминало Ване коморку Гарри Поттера, где он жил до своего двенадцатилетия. Очень часто Иван шутил, что дядя Дима и есть повзрослевший Гарри Поттер, а тот отвечал, что скорее похож на Хагрида, так как был довольно крупного телосложения. Но кое-что всё-таки отличало мужчину от Гарри. У него была своя собственная ванная комната. Правда, комнатой это было сложно назвать, душевая кабинка в нескольких сантиметрах от входной двери. Дядя Дима сидел на кровати, а с ним рядом довольный, накормленный и чистый, ушастый дружок. «Пончик?» — удивлённо спросил уборщик. «Ну да, теперь его зовут Пончик. Или ты знаешь ещё кого-то, кто мог так же нелепо застрять в мусорке с глазурью для выпечки?» Дядя Дима усмехнулся и предложил мальчику сесть рядом. Тот утвердительно кивнул и сел на пружинистую кровать. Щенок сразу же перебежал на колени к мальчику и свернулся калачиком. «Дядя Дима, что теперь будет?» — как-то грустно произнёс Ваня. «Ты о чём?» «С Пончиком. Ему же не разрешат с нами жить». «Тебе не разрешат», — серьёзно произнёс Дмитрий. «А на меня им всё равно». У мальчика засветились от радости глаза. Он обернулся к мужчине и обнял его. «Дядя Дима, вы лучший!» — прошептал счастливый ребёнок. Уборщик похлопал его по спине, понимая, что сейчас сделал этому бедному мальчику настоящий подарок. На него тут же нахлынули страшные и грустные воспоминания о своей маленькой дочери, которая умерла от рака несколько лет назад. Однажды Дима пришёл домой со щенком. У его дочери был день рождения, и она радовалась этому подарку точно так же, как и Ване сейчас. Наверное, именно поэтому дядя Дима так полюбил этого мальчишку. Он был таким же непоседой, как и его Лиза. «Дядь Дима, всё хорошо?» — поинтересовался Ваня, заметив явно грустное выражение лица своего старшего товарища. «Да, и я просто ужасно рад, что ты нашёл себе нового друга». И сейчас, сидя в подвале, мальчик вспоминал всё это с улыбкой. В прошлом году на Новый год у всех были конфеты и новые канцелярские принадлежности, и только у Вани был пончик, о котором никто не знал. Он проводил с ним всё свободное время. Каждое утро и каждый вечер уходил в коморку дяди Димы и там играл со своим новым ушастым дружком. Послышался звук открывающегося замка в подвальной двери. «Выходи!» — прозвучал строгий голос воспитателя. Мальчик поднялся с холодного пола и подошёл к лестнице. «Что уставился?» «Поднимайся, покажу, где убирать», — скомандовал наставник. Ваня еле-еле шевелил ногами. Они будто закоченели. Заточение в подвале являлось не единственным наказанием. После этого надо было вычистить половину детдома до зеркального блеска. Как только мальчишка вышел из подвала, ему сразу всучили швабру и красное ведро. «Сегодня помоешь первой и второй этажи. И не забудь про пыль», — объявил воспитатель. «Ну, Борис Алексеевич, я ж просто лёг на два часа позже положенного. Почему меня так жестоко наказывают?» «Я ужасно устал. Мои ноги окоченели», — скулил Иван, как маленький щенок. Но его грубо прервали. «Так жестоко?» — усмехнулся наставник. «Ты не лишён чтения книг, телевизора и других развлечений. Тебя просто просят убраться. Или ты хочешь побольше обязанностей?» «Устал он. А вчера, значит, не устал?» «Нет. Извините». Мальчик смущённо опустил голову. Борис Алексеевич похлопал его по плечу и ушёл, оставив Ваню одного в огромном холле. Этот детский дом ничем особо не отличался от других, но были и существенные отличия. Здесь часто выключали электричество, чтобы сэкономить. Еда была очень сомнительного качества, а сотрудники не отличались дружелюбием. И пока многим другим приютам благотворительные фонды на Новый год устраивали праздники и дарили подарки, их учреждения почему-то обходили стороной. Богатым спонсорам не нравилась владелица этого заведения. За глаза все называли её просто гадюкой. И действительно, её ужасный характер ассоциировался именно с этой ползучей тварью. Да и сама она была тощей, как тростинка. Всё время злая и раздражённая, шипела на сотрудников и подчинённых и разговаривала со всеми так, будто лично ей каждый собеседник по груб жизни должен. Неудивительно, что все благотворительные компании сторонились её. Однажды она в буквальном смысле вышвырнула одного из волонтёров, потому что устраивать праздники для детей требовало огромных расходов, по её мнению. Конечно, после этого пошли судебные разбирательства и административные расследования, но это дело как-то быстро замяли. По слухам, директриса просто знала, кому и когда давать на лапу, и везде имела свои прихваты. Звали эту змееподобную директрису Екатериной. Разумеется, она была жестокой и по отношению к детям, и эта женщина уж точно детей не любила, и как можно быстрее хотела бы от них избавиться. Однажды какая-то пара усыновила мальчика из их приюта, но уже через месяц они сдали его обратно, ссылаясь на то, что он очень непослушный и капризный ребёнок. Оказалось, что на протяжении всего этого месяца над бедным мальчишкой издевались, морили его голодом, били, унижали всеми возможными способами. И теперь даже жизнь в этом детдоме ему казалась сказкой, по сравнению с жизнью у новых мамы и папы. Директриса со скрежетом зубов приняла ребёнка обратно. Для неё это был ещё один лишний род, лишние расходы и траты. Не более. Что касалось её самой, она не бедствовала. Зарабатывала свои барыши, обкрадывая несчастных сирот. Иван пропустил завтрак, однако вымыл все тарелки и столы. Вся столовая была чиста, как и весь первый этаж. Теперь оставался второй, с которым ему вызвался помочь, дядя Дима. «Здесь всё вычистили. Теперь сбегай выброси мусор и беги на обед», — приказал мужчина. Иван кивнул и уже было побежал выполнять просьбу, однако остановился и обернулся. «Дядь Дим, у тебя всё нормально?» — поинтересовался мальчик. «Да, всё отлично. Давай, работай, пацан», — немного бодрее ответил Дмитрий. Ваня не стал настаивать, но у Дмитрия явно что-то случилось. Он редко был таким подавленным. Но сегодня он был каким-то вялым, что не очень понравилось парнишке. Уже закрывая мусорный бак, Иван увидел девчонку, идущую за забором. Она несла в руке какую-то коробочку в красной красивой обёртке. Это сразу бросилось в глаза, так как Ваня очень любил красный цвет. Он подошёл поближе к забору и подозвал девочку. Та с недоверием подошла к пареньку. «А что это у тебя в коробке?» — поинтересовался Ваня. «Купила подарок маме на Новый год», — гордо ответила девчушка. «А-а-а!» — отрешённо издал звук мальчик. «И что подаришь?» «А это секрет», — захихикала незнакомка. Иван улыбнулся ей, и она пошла дальше. И вдруг ему стало так грустно и пусто на душе. Ведь у него нет ни отца, ни матери. Он никогда не получал подарки и никогда никому их не дарил. «Ваня в жизни не испытывал таких приятных эмоций, когда тебе что-то дарят. Единственный очень хороший подарок в его жизни был, когда дядя Дима решил ухаживать за пончиком. И тогда он понял, что именно Дима был для него самым дорогим человеком. Тот заменил ему и отца, и доброго дедушку, и хорошего учителя. В этом человеке собрались все самые лучшие качества хорошего семьянина. Жаль, только семьи у него не получилось. Жена умерла сразу же после родов, а дочка через несколько лет от рака. Всю оставшуюся жизнь он жил в этой коморке, помогал приюту и очень ладил с детьми. Но, конечно, самым особенным ребенком для него оставался Иван. Они познакомились, когда пацану было всего семь лет. В тот день лил дождь, и ребятишки принесли с улицы очень много грязи. Малого Ваньку отправили за уборщиком, чтобы тот помыл полы. Но в тот день у Дмитрия был выходной, поэтому он отдыхал в своей комнате и читал книгу. Ваня робко постучался в дверь. «Кого еще принесло?» ответил грозный недовольный голос. Мальчик даже испугался. Он был застенчивым и всегда страшился взрослых, но ему все же пришлось зайти в эту чертову коморку, иначе его бы сильно отругали за невыполнение поручения. «Извините», — тихонько вякнул Ваня. «Не извиню», — отрешенно проговорил уборщик. «Мне сказали, что вас нужно позвать, чтобы убраться». «Сегодня мой выходной, я не буду ничего делать, так и передай своему воспитателю». «Но меня правда очень просили». «Мне плевать, что тебя просили, мне за это не платят, а теперь проваливай», — накричал на пацана мужчина и с силой захлопнул дверь. Мальчик так и стоял, уткнувшись носом в закрытую обшарпанную дверь. В его глазах появился испуг. Что ему скажет воспитатель? «Но это же не его проблемы, верно?» «Это обязанности уборщика, а не его. Он ни в чем не виноват». Но, как выяснилось, в этом приюте такие законы не действовали. «Что, что он тебе сказал?» высокомерно расспрашивал Ваню наставник. «Что сегодня его выходной день, и ты должен был просто ему сказать, что я это приказал. Почему я должен все делать сам? Тебя попросили просто передать приказ. Что в этом сложного?» Взорвался мужчина. «Но он говорил, что...» «Значит, сейчас ты пойдешь и будешь убирать весь холод грязи, понял?» — закричал воспитатель, а затем схватил мальчишку за руку. «Мальчик уже собрался плакать. Но в чем он виноват?» «Отпустите мальчика!» — внезапно послышался грубый мужской голос сзади. Ваня обернулся и увидел уборщика. «О, вот и освободитель пришел!» — с сарказмом заметил воспитатель. «Не трогайте мальчишку, он ни в чем не виноват. Я сейчас все уберу», строго произнес Дмитрий. Борис Алексеевич надменно посмотрел на мальчика и на уборщика, а потом молча развернулся и ушел. Дмитрий подошел к мальчику и сел на корточки, чтобы быть с ним одного роста. «Прости меня, пацан. Не думал, что тебя будут так гонять из-за меня». Мальчик молча кивнул. Он не знал, что отвечать в таких ситуациях. Слова благодарности звучали бы странно и неуместно. «Раз что ты тут не хочешь помочь, могу тебе потом мороженое купить». У Ивана засветились глаза от радости. Он очень редко пробовал мороженое. Это было только на особый случай. Воспитатели этого приюта давали такое лакомство, разве что на Новый год. Дни рождения приютских детей вообще никогда не отмечали. «Вы тут все как собаки бродячие, а у бродяжек нет никаких дней рождения», презрительно говорили воспитатели. Короче, просто так Ваня никогда мороженого не получал, поэтому он мгновенно согласился на предложение уборщика. Так и зародилась их крепкая мужская дружба, которая длилась до сих пор. Когда-то дядя Дима выручал Ваню, а иногда и мальчишка помогал своему старшему товарищу. Вернувшись в приют, он услышал сигнал к обеду. Столовая была довольно большой, ведь здесь обитало около трехсот детей разного возраста. Ваня, как обычно, сел рядом с Машей, своей новой подругой. Ее родители погибли в автокатастрофе год назад, и теперь она жила здесь. Дети попали в одну группу, под начало одного воспитателя. Ребята сразу нашли общий язык и стали довольно хорошими друзьями. Маша была на целый год младше Вани, но зато оказалась очень умной, чем ужасно нравилось мальчику. Она увлекалась книгами и почти каждую свободную минуту проводила в библиотеке. Эта девочка была настоящей Гермион и Грейнджер среди проживающих в приюте. А вот Ваня чувствовал себя Роном Уизли. Он часто просил у подруги совета, на что она либо посылала его куда подальше за его глупые идеи, либо помогала, когда считала это чем-то стоящим. Маша не была занудой, и всегда была готова на разные приключения, если, конечно, они не влекли за собой возможности наказания. «Она ужасно пахнет», — промычал Ваня, тыкая вилкой в рыбу. «Это просто рыба, ешь и не жалуйся. Ты сегодня и так пропустил завтрак, а вчера ужин». «Сидел в своем любимом подвале», — обвиняла его Маша. «А я, может, скучала. Мне не с кем было поговорить». «Ну, прости, что наш воспитатель меня не любит», — пробубнил мальчик обиженно. «Нет, он все делает правильно. Это ты виноват в том, что не следуешь правилам, которые написаны для всех. Лег в 12, а не в 9. Ну, прям преступление». «Если ты думаешь, что таких правил нет в семьях, ты ошибаешься. Дети должны ложиться спать довольно рано. Это влияет на их физическое и психоэмоциональное состояние. А холодный подвал, где не работают батареи, не влияет?» «Это наказание, которое ты заслужил». «Какая же ты зануда, Маш!» вздохнул Иван, закатывая глаза. Девчонка посмотрела на него подозрительно, прищурив глаза. Ваня заметил этот пристальный взгляд и произнес с неким удивлением. «Чего ты так смотришь?» «Так ты же еще перед обедом хотел мне что-то рассказать». «Говори». «Что, решил завалить снегом комнату Бориса Алексеевича?» Мальчик поднял брови и с негодованием воскликнул. «Чего?» «Да как ты вообще могла такое подумать? С твоим воображением только книги писать». «Я для этого их и читаю, балбес!» язвительно ответила Маша. «Ну так что?» «Да убирался сегодня». Дядя Дима помогал. Я заметил, что он какой-то не такой в последнее время. Девочка навострила уши и наклонилась к мальчику. «Что ты имеешь в виду?» «У него что-то случилось, а я не могу понять, что именно, Маш. Нам надо к нему сегодня сходить, узнать, что произошло. А еще... В общем, мне пришла еще одна мысль, пока я убирался». «Ну говори уже!» «Достал тянуть». «Я хочу сделать дяде Диме рождественский подарок». Девчонка отпрянула. Ее брови поднялись вверх от удивления. «Чего?» воскликнула она и, поняв, что это было очень громко, тут же прикрыла рот рукой. Маша стала неловко от такого внимания. На этот крик к ним подошел Борис Алексеевич. Мальчик с осуждением посмотрел на подругу, а та лишь смущенно улыбалась. «Чего ты кричишь?» начал ругаться воспитатель. «Извините, узнала, что любимый герой из книги в конце умрет. Не ожидала, ведь он был лучшим», выкрутилась Маша. Борис окинул ее строгим взглядом и молча ушел. «Что за герой?» хихикнул мальчишка, когда воспитатель отошел на приличное расстояние. Маша закатила глаза и с наигранной надменностью произнесла. «Интересный, но тебе ведь все равно безразличны книги». «Возможно», промычал Ваня. После некоторого молчания девчонка первая нарушила тишину. «То есть ты хочешь подарить что-то какому-то дяде Диме, а не мне», возмущенно, но с улыбкой брякнула Маша. «Именно так», хмыкнул мальчик. «А если серьезно, что ему подарить?» «У тебя есть выбор? Как будто тебе дают миллионы карманных денег в месяц». Иван задумался. «А ведь действительно, откуда ему взять подарок, если денег у него совершенно нет?» «Сделать что-то самому не вариант. Это всегда выглядит ущербно. Делать что-то своими руками явно не его». «Заработать?» «А как?» «Ведь работать разрешают только с шестнадцати лет». Его лицо омрачилось, и он опустил голову. «Эй, ты чего?» обеспокоилась подруга. Но Ваня не ответил. Их начали выгонять из столовой, так как время на обед вышло. Сейчас детям нужно было одеться и идти на улицу. После приема пищи они все шли гулять с воспитателем. Поэтому, не закончив свой разговор, друзья разбежались по своим раздевалкам, быстро собираясь на прогулку. «Ну, так что думаешь?» внезапно спросил Ваня, когда наконец-то поравнялся с Машей и встал с ней в пару. Они шли по обыкновенному маршруту. Их путь пролегал через дорогу, потом они поворачивали налево, где находился большой парк. «Свежий воздух необходим детям», говорила их «добрая директриса». Воспитателю, конечно, не очень нравилась эта идея. Выгуливать этих орущих шалопаев по часу каждый день, невзирая на погоду, то еще удовольствие. «Ты о чем?» в недоумении переспросила девочка. «Как мне заработать на подарок?» «А ты решил, что хочешь подарить?» «Дядя Дима давно мечтает о новом зимнем пальто. Старое у него уже все покрылось катышками. Везде дырки и тепло уже не сохраняет. В общем, не хочу, чтобы он болел». «Ну, такое пальто стоит в пределах двадцати тысяч. Более-менее хорошее», задумчиво произнесла Маша. «Двадцать тысяч», прошептал Иван, в уме прикидывая, как заработать такую сумму. «Не думаю, что за месяц ты сможешь где-то раздобыть такие большие деньги», разочарованно протянула девочка. Мальчик промолчал. Его подруга была права. Это правда невозможно. Даже с таким большим желанием он никак не сможет устроиться на работу и заработать такую сумму. Главное, что ему мешало возраст. Ему еще не было шестнадцати, а официально могли устроить на работу лишь с этого возраста. Да и в детдоме совершенно не разрешалось, чтобы воспитанники подрабатывали где-то на стороне. Других способов получить деньги Иван пока не придумал. И очень грустил по этому поводу. Он очень сильно хотел сделать подарок дяде Диме. Этот человек много сделал для него, и он хотел отплатить ему взаимностью. И вот именно на этой прогулке Ивану в голову пришла совершенно безумная идея. «Ты сумасшедший!» воскликнула Маша. Ребята сидели в библиотеке после обеда, так как за окном лил проливной дождь, и сегодня их не вывели на прогулку в парк. «Я знаю, это звучит безумно и даже страшно, но это того стоит!» успокаивал ее Иван. «По-твоему, каждый раз сбегать из детдома, чтобы начать работать курьером в наркопритонах хорошая идея?» «Я не говорил, что это хорошая идея, но почему бы не попробовать? Мне еще год терпеть до того, чтобы попробовать устроиться на какую-то работенку, а так я просто начну подрабатывать раньше и неофициально». «Ваня, это безрассудство, услышь меня! Ты думаешь, тебе это сойдет с рук?» «Ну вот поработаешь ты курьером, но когда-нибудь твои похождения разоблачат, и ты не сможешь так часто отсутствовать даже для того, чтобы подарить дяде Диме подарок!» «Как ты себе это представляешь вообще? Если они сажают тебя в подвал за то, что ты лег на два часа позже, что же они сделают, если ты целый месяц будешь пропадать непонятно где каждый божий день?» обеспокоенно говорила девчонка. «Зачем ты так нагнетаешь? Я уже все решил. Буду сбегать с тихого часа. Устроюсь я тем самым курьером, подзаработаю, и к праздникам уже смогу купить дяде Диме настоящий хороший подарок. Да, я готов к тому, что меня накажут. Сильно накажут. Точно поставят на учет и напишут отвратительную характеристику. Но я очень хочу сделать этот чертов подарок, понимаешь? Он это заслужил за годы своей работы, за то, что он пережил, а я... Я готов на все». «Ты правда сумасшедший», протянула Маша расстроенно. «Где, скажи на милость, ты найдешь своих работодателей? Что, за каждым кустом стоит наркоторговец, готовый взять детдомовца наркокурьером?» Ваня насмешливо поглядел на Машу. «Ты что, вообще того? Или думаешь, это я спятил?» «Именно так я и думаю», заявила она. «Мне уже дали старшеклассники один адресок за проценты от будущей выручки». «Боже, да у вас тут что, филиал мафиозной группировки, через которую наркотрафик идет?» «Возможно». «Ну, так ты поможешь мне сбежать?» Девочка очень недоверчиво на него посмотрела. Она не хотела отпускать своего единственного друга в такое опасное приключение, да и сама не могла рисковать. Это приведет к огромным проблемам. В отличие от Ивана, она совершенно не была к ним готова. Но у него так светились глаза, когда он говорил о своем сногсшибательном плане. Ваня и правда хотела счастливить своего дядю Диму, поэтому Маша утвердительно кивнула. Хотя этот выбор дался ей с большим трудом. Она волновалась за Ваню. С ним могло произойти что угодно за этот месяц, вплоть до убийства. Одинокий подросток сирота в большом опасном городе. У нее не укладывалось в голове, что Иван может так поступить. Это было действительно опасно. И даже очень. «Тогда сегодня вечером встречаемся здесь после ужина и обсуждаем дальнейший план», — сказал, как отрезал Ваня. «Ну давай сначала к дяде Диме заглянем. Хочу убедиться, что у него все хорошо». Девчонка снова молча кивнула. Ей было и страшно, и тревожно, но она хотела помочь своему другу. Вечером, как и договаривались, они встретились в библиотеке. Оттуда ребята направились к Дмитрию. Постучали в дверь коморки, ответа не было, и тогда Иван, переглянувшись с Машей, решил беспардонно открыть дверь. Дядя Дима лежал на кровати, обхватив голову руками. Он выглядел совершенно отчаявшимся и полностью разочарованным в своей жизни. «Дядя Дима, что произошло?» взволнованно спросила Маша, подходя к мужчине. Тот убрал руки с головы и горестно посмотрел на детей. Иван никогда не видел, как Дмитрий плачет. Мальчик вообще сомневался, что этот сильный мужчина умеет плакать и может быть таким несчастным. Но внезапно Ваню кое-что насторожило. Он не услышал родного собачьего лая. Нигде не было лохматого пончика, который каждый раз встречал его восторженным лаем. «Дядя Дима», протянул Иван, «Где пончик?» Дмитрий снова всхлипнул, и тогда Иван все понял. С пончиком что-то случилось. Мальчик подошел к уборщику и еще раз уже более взволнованно спросил, «Где моя собака?» «Ванек, это так ужасно! Я такой дурак! Прошу прости меня, Вань!» «Да говори же, ну, что произошло?» кричал мальчик уже вне себя от беспокойства. Его забрали, Вань. Они решили, что собаке здесь не место. Пришли и забрали его, пока меня не было. Я вернулся сюда, его уже нет. Кал искал, думал, как он смог открыть дверь, может, я Алексеич. Он сказал, что передал собаку гадюке. И взрослый, черствый на вид мужчина снова заплакал. Маша тут же принялась его успокаивать. А Ваня ни минуты больше не медлил. Он побежал прямиком в кабинет к директрисе. Ему было плевать, что уже поздно. Сейчас его беспокоило только ушастые невинные существа, которые он взял под опеку и подвел. Иван испытывал такое разнообразие чувств. Гнев, разочарование, боль, отчаяние. Только одному богу известно, что директриса могла сделать с маленьким беззащитным пончиком. От одной мысли о том, что с ним может приключиться, у мальчишки волосы вставали дыбом на голове. «Где моя собака?» ворвавшись в кабинет директора, заорал не своим голосом Ваня. Екатерина Сергеевна сидела в своем кресле, повернутом к окну. Она наблюдала за закатом. Как только мальчишка ворвался к ней в кабинет, она медленно обернулась. Ваню раздражало ее невозмутимое каменное выражение лица. «Где мой пес?» дрожащим от гнева голосом спросил парнишка. «Ты очевидно имеешь в виду ту паскудную дворняшку, которая непонятно как оказалась у нашего штатного уборщика?» язвительно спросила директриса, любившая во всем предельную точность. «Это никакая не паскудная дворняшка», окрысился Ваня, «это мой друг». «Еще раз», ледяным тоном произнесла гадюка, «мелкая коричневая собачонка с кривыми лапками, которая жила в сторожке уборщика?» «Я отдала его куда следует». «Куда? Куда вы его отдали?» сорвался с места мальчик. Внезапно на его плечо опустилась чья-то тяжелая рука. Ваня обернулся и увидел воспитателя. Тот резко развернул его, схватил за руку и вывел из кабинета. Иван кричал и брыкался, пытался вырваться из мертвой хватки, но все было безуспешно. «Да что ты орешь?» наконец не выдержал Борис Алексеевич. «Твоего пса отдали в приют. Ты прекрасно знал, что животных у нас иметь нельзя. Вначале мы думали, что это собака уборщика, но сейчас, когда ты ворвался в кабинет директрисы, все стало абсолютно ясно». «Ну и в кого ты такой глупец?» «Верните его, верните, вы не имеете права», истерил мальчишка. «Своими криками ты делу не поможешь, мой дорогой. Завтра тебя ждет заслуженное наказание, а сейчас ты идешь спать». Наступила ночь. В девять часов все дети должны были лежать в своих постелях. Маша и Ваня не были исключением, их тоже кое-как утолкали в своей кровати. Но как только воспитатель ушел, начался запланированный спектакль. Иван тихо встал с кровати и взял рюкзак, который лежал за подушкой. Он очень часто сбегал из приюта, поэтому у него уже был приготовлен рюкзак на такой случай. В нем лежало все самое необходимое. На цыпочках он прошел по коридору в соседнее помещение, где спали девочки. Подойдя к двери, он тихонечко стукнул три раза в условленном ритме. Маша, разумеется, тоже не спала. Как только она услыхала условный сигнал, быстренько вылезла из кровати и выскользнула в коридор. Внимательно осматриваясь по сторонам, дети короткими перебежками добежали до основной рекреации, ведущей на лестницу. Они выглянули за дверь и осмотрелись. В пустом холле первого этажа никого не было. Путь был свободен. «Бежим», прошептала Маша. Дети спустились по лестнице, обогнули холл и чуть не попались воспитателю, который уже заходил в свою комнату. Теперь им нужно было только отвлечь внимание охранника. Они остановились тяжело дыша, поглядели друг на друга и поняли, что им пора прощаться. «Я надеюсь, ты когда-нибудь вернёшься, Вань. Я буду очень скучать», тихо произнесла девочка. По её щеке скатилась слеза, но Иван этого не заметил, так как было довольно темно. «Вернусь», уверенно ответил мальчик. «До встречи. Я обещаю, мы ещё обязательно с тобой увидимся». С этими словами он, как и было задуманно, спрятался за колонну. В полумраке слабо освещенного ночью холла почти ничего не было видно. Директриса экономила на каждой лампочке, чтобы пореже закупать необходимые для Деддума вещи. Маша же пошла прямиком к посту охраны. Этой ночью здесь дежурил тучный пожилой дяденька Алексей Романович. «Ты чего тут делаешь?» грозно произнёс он, завидев в полумраке тонкую девчачью фигурку. Маша, следуя намеченному плану, пыталась притвориться лунатиком, но у неё это, мягко говоря, получалось очень плохо. Она просто шла, вытянув руки вперёд, как зомби, ведь в фильмах это показывали именно так, но Ваня не стала обращать на это никакого внимания. И пока охранник вышел из-за своей стойки, чтобы разобраться с блуждающей по ночам Машей, он проскользнул мимо, согнувшись в три погибели. Толкнул тяжёлую дверь, электронный замок, который уж месяц не работал, хвала скупой гадюке, и наконец-то оказался на свободе. Прошмыгнув через дырку в заборе, он шустро вылез за территорию приюта. «Эй, я ещё раз спрашиваю, что ты тут делаешь?» грозно спросил охранник Машу, но та упорно не выходила из образа. Она всё так же бессмысленно ходила, вытянув руки вперёд и полуприкрыв глаза. «Сахарова?» внезапно прозвучал тяжёлый голос сзади. В этом голосе девочка сразу узнала Бориса Алексеевича. Она тут же очнулась и повернулась, трясясь от ужаса. «Почему ты не в постели?» подозрительно вопросил воспитатель. Девчонка с ужасом смотрела на своего наставника. Она не знала, что ей теперь делать. Её разоблачили, а значит, сейчас разоблачат и Ваню. Она только и надеялась, что тот уже успел сбежать. Я начала Маша, хотя понятия не имела что сказать, но воспитатель сделал всё за неё. Он схватил девчонку за руки и потянул за собой. «Эту ночь ты проведёшь в карцере, а завтра разберёмся, что с тобой делать», грозно объявил Борис Алексеевич, швыряя бедняжку в сырой и холодный подвал. «От кого, от кого, но от тебя я такого никак не ожидал, Мария!» Девчонка даже не обернулась на него. Она понимала, что никакие извинения уже не помогут. Ей придётся отсидеть тут всю ночь. Маша надеялась, что всё это было хотя бы не напрасно. Иван проснулся на большом мусорном мешке на техническом этаже какого-то открытого подъезда, на который он набрёл в нескольких кварталах от детского дома. Было около семи утра, и зимнее солнце только-только показывалось над горизонтом. Выйдя из подъезда и осмотрев местность, в которой он вчера вечером оказался, подросток понял, что находится почти за городом. За рядами многоэтажек уже виднелись внушительные частные дома. Между этими районами раскинулся огромный пустырь, где живущие вблизи горожане выгуливали своих детей и собак. Тут был замёрзший пруд, на котором организовали стихийный каток, а естественные перепады высот позволяли устроить протяжённые снежные горки. В выходные здесь кипело веселье, и детвора, и взрослые катались на ватрушках, снегокатах и санках. Обозрев местность, Ваня стал думать, куда можно пойти, чтобы поесть. В его кармане который ему дала Маша. «Это тебе будет нужнее», вспомнил он её слова. Вздохнул, улыбнулся во всю свою веснушчатую физиономию и направился куда глаза глядят, выбрав многоэтажные кварталы. Он справедливо рассудил, что здесь инфраструктуры будет побольше, чем в закрытых коттеджных посёлках. Внезапно перед его глазами развернулась ужасающая сцена. В арке, которая вела во двор большого дома, какие-то хулиганы прижали бедную девушку к стене. Иван, не мешкая, подошёл поближе. «Отдавай деньги, дрянь!» кричали грубые голоса. «Я вам уже сказала, у меня ничего нет», отвечала бедняжка плача. «Только телефон, клянусь, больше ничего нету, отпустите меня». Ваня больше не мог терпеть этого и вышел из тени. «Отойдите от неё», приказал он как можно более грубым тоном. Парни обернулись, на их лицах застыла ухмылка. У одного из этой шпаны красовался огромный фингал под глазом, второй сжимал в руке нож. Это выглядело довольно устрашающе. «Фо, а это не как твой парень?» усмехнулся один из здоровяков, обращаясь к девушке. Та молчала, всхлипывая, и вопросительно смотрела на Ивана. В её взгляде был неподдельный испуг. «Я повторяю, отойдите от неё, или вам будет плохо», выпалил Ваня, хотя знал, что ничего не сможет сделать. Он никогда не занимался спортом, и, конечно, качком он тоже не был. Парни оскалились, поразившись такой наглости, и стали медленно, кружа как волки, подходить к нему. Ваня невольно начал отступать назад, и вот он уперся в глухую стену. Дальше отступать было некуда. Теперь он тоже чувствовал себя как та несчастная девушка, и его тело оцепенело от страха. «Ещё чего-нибудь вякнешь?» насмешливо спросил один из парней, и в этот момент, то ли от испуга, то ли от смелости, которая внезапно охватила его, Ваня ударил своей ногой в тяжёлом ботинке прямо между ног здоровяка. Тот съёжился, сложился пополам и заорал от боли. «Ты чё, малой, берега попутал?» взъелся другой. Ваня отбежал на пару метров вдоль стены, но парень всё равно настиг его и схватил за шиворот. «Беги!» крикнул Иван девушке, сильный удар по лицу. Его будто парализовало, и он рухнул на пол. Иван изо всех сил пытался подняться, но в итоге отключился. Маша стояла в кабинете директрисы и ждала. Она не знала, что сейчас с ней будет. Рано утром её вытащили из подвала, где она чуть не окочурилась, и привели сюда. Её окаменевшие конечности ещё совершенно не отошли от жуткого холода. Теперь она очень хорошо понимала Ивана. Сейчас девочка пыталась придумать оправдание всему, что было вчера. Она не думала, что их разоблачат так быстро. Она вообще не была готова к тому, что Ваня сбежит, и тем более была уверена, что её в этом не обвинят. Ведь Ваня часто сбегал из приюта, и её никогда не трогали, а к этой истории с собакой она вообще не причастна. Но сейчас она ощущала себя виновной во всех смертных грехах. Зубы её стучали, на глаза наворачивались слёзы. «Садись», приказала Екатерина Сергеевна, входя в кабинет. Девочка как робот выполнила указания. На её каменном лице не отображалось никаких чувств и эмоций. Все переживания происходили внутри. Директриса села в своё кожаное кресло и, достав какие-то документы, произнесла. «Итак, Мария Петровна, по полученной мной информации, вы вчера гуляли по приюту после отбоя. Как вы объясните свои действия?» «Я начала Маше, одновременно придумывая, чем оправдать себя». «Я лунатила». «Да, мне так и передал наш охранник. Однако вы тут же очнулись, как только вас заметил Борис Алексеевич». «Я...» «Можете не оправдываться, мы всё знаем. Вы помогли сбежать своему другу Ивану. Я права». У Маши даже перехватило дыхание. Они всё поняли. У неё начался приступ тошноты. Она никогда не попадала в такие неприятности. Может, Ваня к этому и привык, но она всегда была послушной, умной девочкой, и ей не верилось, что всё это происходит с ней на самом деле». «Да», обречённо произнесла Маша упавшим Екатерина казалась целую вечность, размышляла об этой ситуации и, наконец, решила спросить, куда он направился. «Я не знаю», соврала девочка. «Тогда, может быть, ты знаешь, почему он решил сбежать именно ночью?» «Ну, это же очевидно», немного воспряла духом Маша, оседлав свой любимый конёк. Объяснение. «Ведь ночью все спят и его пропажу обнаружат только наутро. Да и тем более, вы что думали, что после всего, что вчера произошло, он не сбежит? Это же глупо. Он всегда был очень эмоциональным, и если бы вы хотя бы попробовали его успокоить, всего этого не произошло бы». «Ух ты!» восхитилась гадюка такой наглости. «Ну, что ж, в ответ на ваш потрясающий монолог с радостью сообщаю, что вас и вашего дружка ждут большие неприятности». С иронией и некоторые непонятные нормальным людям гордостью произнесла директриса. «У Маши душа ушла в пятки. Что же я натворила?» с отчаянием подумала она. Иван очнулся с ужасной соднящей болью в голове. Он еле-еле открыл глаза и понял, что уже стемнело. Немного придя в сознание, он встрепенулся и стал искать свой рюкзак. Его, естественно, не оказалось. Долго думать не пришлось. Эти двое парней уперли его вещи. А ведь там были кое-какие деньги, одежда, немного еды, перочинный ножичек, которым мальчик очень дрожил. Все это пропало в один миг. Парень ощутил себя беспомощным щенком в этом большом городе. Он кое-как поднялся, отряхнулся, попытался рукой стереть кровь с лица и, куда глаза глядят, побрел по освещенным яркими электрическими огнями улицам. Теперь идея побега казалась ему совершенным бредом. Он еще слишком мал для всего этого. Ему не стоило уходить, а возвращаться теперь было позорно и бессмысленно. Нет, он уже сделал свой выбор. Он найдет пончика и работу. Ваня отчаянно надеялся, что с Машей будет все в порядке. Но сейчас его главной заботой был его пропавший рюкзак, ведь теперь у него не было ничего, а есть с каждой минутой хотелось все больше. Ваня поплелся куда-то дальше, не разбирая дороги. Прошел примерно час. Когда боль в желудке стала уже невыносимой, он оказался у забора шикарного коттеджного поселка. Здесь было так красиво, ухоженные дорожки, нарядная елка, переливающаяся бегущими огнями, красовалась в центре большого круглого расчищенного от снега пространства. У самых входных ворот, конечно же, стоял мощный шлагбаум. И сидел в будке охранник, строго оглядывающий всех проходящих и проезжающих на подотчетную ему территорию. Ваня Ваня вздохнул. Он абсолютно никому здесь не нужен в жилище Толстосумов. Он просто брошенный всеми сирота, чужой на этом празднике жизни. Но не таков был характер нашего героя, чтобы долго жалеть себя. Хитро улыбнувшись, мальчишка повернул налево от главного входа и, насвистывая, сделал бесстрастное лицо, мол, ну и не очень-то и хотелось, и пошел себе в развалочку. Метров через пятьдесят, убедившись, что отсюда охраннику он уже не виден из-за пышной, ровно подстриженной хвойной изгороди, обрамляющей высокий забор, Ваня припустил со всех ног вдоль периметра. Он отлично знал, что в каждой, даже самой неприступной на вид крепости обязательно есть какое-нибудь слабое местечко. Так оно и вышло. На обратной стороне огромного прямоугольника, который представлял из себя поселок, он увидел цепочку собачьих следов, тянущихся прямо под колючие ветки. Ага, обрадовался Иван и согнувшись прошмыгнул в душистые еловые заросли. Разумеется, здесь был лаз. Один железный пруд проржавел, прогнил от времени, и кто-то его выгнул так, что образовалась нормальная такая дырка. Самый раз, чтобы пролезть собаке или щуплому подростку. Очутившись на другой стороне, Иван не спешил вылезти из своего колючего укрытия. Сначала он как следует осмотрелся, разведал обстановку. Дом прямо напротив светился яркими оранжевыми огнями больших окон. Во дворе гремела цепью большая собака. Здесь явно постоянно жили хозяева. Следующий справа от него тоже с признаками частого присутствия людей. И с другой стороны тоже. Продвигаясь ловы изгороди, мальчишка внимательно рассматривал стоящие напротив дома. Наконец, один из них показался ему подходящим. Хоть основной проезд и расчищен, но у калитки навалена груда замерзшего снега. Во всех окнах темно, только в сторожке у ворот горит свет. Значит, чистят для редко приезжающих хозяев проезд, а калиткой пользуются очень редко. Правильно, охраннику гораздо проще нажать на кнопку пульта, чтобы выйти за периметр по необходимости, чем лишний раз чистить снег у калитки. Если бы богатенькие господа бывали здесь постоянно, они бы такого не допустили. Сделав такие выводы, Иван решительно двинулся вперед, но напрямик, конечно же, не полез. Обошел за дами и тоже поискал в заборе слабое место. И здесь оно нашлось, но другое. По выступам кирпичной кладки опорного столба, он залез на ограждение, декорированное жалюзийным штакетником, и легко соскользнул вниз по снеговой круче. Конечно же, снег со двора никто не вывозит самосвалами, сгребают к забору и все дела. Весной сам растает. К счастью, эта линия домов была последней в поселке, у самого леса. Такие участки всегда продаются дороже, всем нравится жить уединенно. Да только вот владельцы таких домов на самом отшибе не учитывают, что им придется гораздо больше тратиться на охрану, ведь проникнуть в дом, незащищенный с одной стороны присутствием соседей, очень легко. Обычно все экономят на этом, и совершенно зря. Вот когда он, Ваня, разбогатеет и купит себе такой красивый дом, то первым делом посадит не одного, а целых двух охранников и спереди, и сзади, и камер побольше нависит. Размышляя подобным образом, паренек осторожно обходил вокруг богатого особняка, стараясь найти какую-нибудь щелочку, чтобы проникнуть внутрь. И тут ему тоже повезло, не рассчитывая особо на успех, он потянул дверь черного хода, каким обычно пользуется прислуга, и она легко поддалась. На мальчишку пахнуло уютным теплом жилого, хорошо обустроенного помещения. И он не стал долго раздумывать, раз, и уже внутри. Тихо, как мышь, встал у стенки рядом с дверью и прислушался. Вокруг тишина. Ни одного звука, выдающего присутствие людей. Ваня медленно двинулся вперед. Ему уже приходилось бывать в таких домах. Несколько раз во время своих побегов он разными способами вламывался в чужие жилища и примерно знал, как все должно быть тут устроено. Каждый раз, надо отметить, это ему сходило с рук. Видать, он родился под счастливой звездой, довольно подумал дерзкий мальчишка. Но такого шикарного дома ему еще видеть не приходилось. Проходя по коридорам и холлам, он оглядывался по сторонам в полном восторге. Мраморные полы, дубовые панели, массивные двери, сводчатые окна с витражами, шторы, как в кино про царскую жизнь, огромные вазы, вычурная мебель, картины на стенах. Иван понял, что попал в жилище очень состоятельных людей. Мальчик хотел найти место, где можно разжиться едой и поспать, но вряд ли здесь получится уснуть. В такой роскоши лечь-то негде. Даже на полу ковры такие чистейшие и пушистые, что, кажется, наступи и сразу же замараешь. К тому же нельзя было сбрасывать со счетов возможность, что богатенькие жильцы могли вернуться в любой момент. Как-никак новогодние праздники на носу, и здесь вовсе не выглядело все заброшенным. Никакая, даже самая мелкая вещица не была покрыта пылью. Это доказывало, что за домом хорошенько присматривали. Трехэтажный огромный домино требовал таких постоянных вложений в его содержание, что, мам, не горюй. На первом этаже находились разные хозяйственные помещения, откуда Иван и проник в парадные комнаты. Затем гигантский холл, выложенный мраморной мозаикой, огромная гостиная с камином, еще какие-то комнаты, кухня хозяев с барной стойкой, больше похожая на мавзолей. Здесь Ваня нашел немного продовольствия. Это были в основном хорошо упакованные или консервированные продукты, соки и бутилированная вода. Все это не могло не радовать голодного мальчишку, и он хорошенько наелся. И с собой достаточно прихватил в пакете, найденном тут же в одном из ящиков. На втором этаже располагались спальни. Много-много спален, даже слишком много. И, конечно, Ваня вошел в парочку. Он не постеснялся взять с какой-то кровати теплый плед. Вон их сколько здесь. А ему ведь предстояла еще одна холодная ночь, а может даже и не одна. Никаких ценных вещей он не трогал. Отлично понимая, что пропажа консервов и пледа никого особо не огорчит. А вот если он сопрет золото, дорогую технику или столовое серебро или еще какую ценную безделушку, тогда уж его обязательно найдут. Для таких богатеев полиция расстарается. Когда он уже совсем собрался уходить, ему на глаза попалась незакрытая до конца тумбочка, а в ней изящная шкатулка. Открыв ее полностью, он ахнул. Тут было великое множество красивых украшений, настоящий клад. Блеск драгоценных камней заворожил подростка, и он, все же нарушив собственное правило, решился кое-что взять. Подумал, что раз такие сокровища валяются где попало, значит, их владельцы не особенно расстроятся, если недосчитаются какой-нибудь малости. Скажем, вот этих сережек, вот такого колечка с красным камушком, ну и вот этот браслет тоже наверняка стоит огромных денег. Мальчик взял все приглянувшиеся украшения, чтобы продать их каким-нибудь скупщикам и получить за них хорошие деньги. Так, по крайней мере, он думал и надеялся. Подавив угрызение совести и аккуратно прикрыв за собой дверь спальни, Иван направился к выходу и уже спустился по широкой полированной лестнице обратно в холл, но внезапно его внимание привлекла одна картина, висящая прямо напротив огромного зеркала в золоченой раме. На ней был изображен мужчина лет сорока, он сидел в инвалидной коляске. Черты его лица были очень хорошо прорисованы и вдруг этот образ что-то напомнил Ване, что-то очень хорошо знакомое. Каштановые вьющиеся локоны, ямочки на щеках, прямой нос, веснушки и главное глаза. Они были разного цвета, один карий, другой зеленый. Блин, Ваня не удержался от громкого удивления и даже присвистнул от изумления, как от огня он отпрянул от странного портрета, ведь с полотна на него смотрело его же собственное лицо, только более взрослое. У Вани тоже были глаза разного цвета. Как-то раз словоохотливый врач на медосмотре объяснил ему, что такой дефект, как он выразился, называется гетерохромией. «Это врожденная особенность», сказал он тогда. «Очень часто она сопутствует разным врожденным генетическим заболеваниям». «Не удивительно, что твои родители отказались от тебя». «Кому нужен такой урод?» Маленький Ваня тогда не все понял, но очень обиделся, что его обозвали уродом, и долго плакал ночью в своей кроватке. А теперь, увидев прямо перед собой изображение человека, точь-в-точь похожего на него самого, в этом богатейшем доме, он все вспомнил. Мальчик долго рассматривал себя в зеркале, висящем напротив картины, крутился и так и сяк, пытаясь принять тот же самый ракурс. По всему выходило, что этот мужчина действительно был его точной копией. Или скорее Ваня был копией этого незнакомца. Услышав совершенно неожиданный резкий звук бьющегося стекла, мальчишка застыл в шоке. Своими выкрутасами перед зеркалом он неловким движением разбил вазу, стоявшую рядом. Иван даже не успел никак среагировать, его тут же охватил жуткий страх. Но больше всего его испугали быстрые шаги, которые послышались где-то на первом этаже со стороны служебных помещений. Мальчишка тут же подхватил пакет с продуктами, собрал все прихваченные с собой вещи и собрался бежать. «Стоять!» раздался голос сзади. Ваня не оборачивался. Он стремительно бежал вниз по черной лестнице. Достигнув двери, через которую пробрался сюда, попытался ее открыть, однако ничего не получалось. Теперь она была заблокирована. Ваня подергал ее еще несколько раз и понял, что ничего не выйдет. Паренек начал искать иные пути отхода, а шаги все приближались. «Стоять, паршивец!» заорал за его спиной мужчина. Он уже почти догнал мальчишку, но тот одним махом вскочил на широкий подоконник, плечом здания. В доме сработала сигнализация, настолько громкая, что, казалось, ее слышит весь поселок. Мужчина побежал в свою будку, чтобы выключить этот ужасный надоедливый звук, который явно растревожил всех соседей. А Ваня тем временем несся, что есть силы подальше от этого места. Ему хотелось побыстрее скрыться, ведь он насмотрелся фильмов, где полиция выезжала за преступником уже через несколько минут. Пробежав так минут пятнадцать он выдохся. Иван понял, что остановился прямо у какого-то полузаброшенного моста через замерзшую речку. Рядом стоял огромный бак, который предназначался для сжигания разного дачного мусора. Ваня достал спички у себя из кармана, позаимствованные все в том же доме, и попытался поджечь содержимое бака. Там валялись какие-то мусорные обрезки, расколотые доски, срезанные ветки. украденный плед на земле, пощупал рукой украшения в кармане и открыл банку с рыбными консервами. Эта ночь обещала быть долгой, и он очень надеялся, что полиция не стала его искать. Как же Иван ошибался. «Когда вы заметили его пропажу?» расспрашивал Екатерину Сергеевну полицейский. «Утром, когда не досчитались одного ребенка, он и раньше так сбегал, но возвращался уже через несколько часов», отвечала директриса, делая вид, что очень расстроена. Все это действие происходило в холле первого этажа. Это увидела Маша, которая теперь каждый день драйвила детдом. Девочка очень разозлилась. В этой женщине нет никакого сочувствия и эмпатии. Маша до сих пор не понимала, в чем состоял план гадюки. Зачем она сидит здесь с этим полицейским, а не у себя в кабинете, как обычно, и наматывает сопли на кулак, изображая из себя расстроенную мать. Она ведь не просто так вызвала полицию. Ей безразличны, дети. Наверняка преследуют другую цель, более корыстную. Но Маша пока не могла понять, какую именно. Проснувшись на следующий день, Иван был счастлив, что оказался на том же месте, где вчера заснул, привалившись спиной к теплому, словно печка после сожжения мусора баку. Полиция его не нашла, а может и не искала. Но все-таки в детдоме должны были заявить о его пропаже, поэтому найти работенку теперь будет труднее. Конечно, все эти басни о наркоторговле были полным враньем, нужным лишь для того, чтобы повыделываться перед Машей. «Извините, вам не требуется официант», спросил мальчик у администратора десятого или пятнадцатого по счету кафе. Девушка посмотрела на него оценивающим взглядом, а потом на ее лице появилась широкая улыбка. «Привет, мой спаситель», сказала ему она. «Теперь, как я вижу, в нужде оказался ты». Ваня удивленно поглядел на нее, и тут до него дошло, почему она показалась ему смутно знакомой. «Ты все-таки смогла убежать от них? Я очень рад», широко улыбнулся и он «Как видишь, я тоже жив и здоров, но мне, правда, позарез нужна работа, я могу работать и за половину оплаты», добавил он быстро, боясь, что ему все-таки откажут. «Подожди здесь», сказала она, «мы сейчас что-нибудь придумаем», и ушла в подсобное помещение. Ваня очень надеялся, что она вернется с хорошими новостями, и его молитвы вселенной были услышаны. «Пойдем со мной», пригласила она его, вернувшись через несколько минут и поманила рукой. «Вот, Алина Викторовна, это тот парень, о котором я вам говорила», сказала она, открыв дверь кабинета миловидной женщине, сидящей за столом. «Как вас зовут?» спросила эта начальница Ваню. «Иван», твердо ответил подросток, «а отчество?» Мальчик на секунду задумался. У него не было настоящего отчества, так как с самого рождения он никогда не знал своих биологических родителей и не хотел знать. Они его бросили, а значит не хотели, чтобы у них был ребенок, поэтому и он не хотел, чтобы у него были родители. «Иван Иванович», симпровизировал подросток, женщина подозрительно на него посмотрела, но все-таки продолжила свой опрос. «Сколько вам лет?» «Шестнадцать». «Где-то учитесь? Имейте опыт работы?» Иван задумался. «Менеджеру явно не надо было знать, что он сбежал из детдома. Учится там же, и единственный опыт работы, который он получил, это уборка приюта, от и до. Учусь в десятом. Школу тысяча восемьсот девяностую, знаете, это моя. А опыт работы... Я работал уборщиком и мойщиком у своего дяди автомеханика». Женщина что-то отмечала ручкой в документе. «Официально я вас трудоустроить не могу, но на полставки вы можете у нас подрабатывать неофициально», сказала менеджер через некоторое время. «Скажите спасибо, Василис, это она за вас поручилась». «Отлично, мне подходит», учтиво ответил мальчик. «Ваш паспорт», попросила женщина, протягивая руку. Иван посмотрел на нее с тревогой и нервно сглотнул. Паспорта у него не было, точнее он был, но доступ к документам приютских детей был только у директрисы, о чем Ваня, убегая глубокой ночью, даже не задумался. «Его нет», невозмутимо ответил Ваня. «То есть как?» в полном изумлении спросила женщина. «Мой отец, мой отец не хочет, чтобы я работал, поэтому забрал паспорт и дает мне его только в особых случаях», произнес паренек. «Хм», озадаченно произнесла женщина и недоверчиво покачала головой. «Ну что ж, вы все равно будете работать у нас неофициально, при этом целых две недели на испытательном сроке, так что принесете как сможете, верю вам на слова». «Василиса сказала, что вы хороший человек и не подведете нас, правда?» Ваня молча кивнул. «Пойдем, я покажу тебе все», приветливо сказала ему Василиса, ждущая результатов собеседования рядом с кабинетом. Вот так Ваня оказался и с работой, и с жильем, вечером того же дня один из официантов предложил ему снимать квартиру на двоих, справедливо рассудив, что вдвоем это будет не так обременительно. И Ваня поселился у своего нового товарища Василия. Тем временем в богатом доме, куда вломился Ваня пару дней назад, происходило много событий. «Андрей, я дома», крикнула надменная женщина. Ее норковая шуба была вся в снегу. Шел сильный снегопад, и такси остановилось подальше, чем было нужно. Дорогу еще не расчистили. К хозяйке подошел дворецкий и снял ее тяжкую ношу. «Позови Андрея, где его носит?» приказала она слуге. «Сейчас позову Елизавета Ивановна», учтиво ответил дворецкий и ушел в гардеробную комнату. Женщина бросила дворецкому свои перчатки, небрежно сняла обувь и прошла в гостиную первого этажа. Она позволила прислуги налить себе бокал вина и стала ждать своего охранника. Он позвонил вчера в неурочное время и рассказал странную историю о том, что в дом вломился какой-то бродяга и разбил вазу. К тому же он прошелся по этажам и в одной из спален стащил из шкатулки с разными побрякушками несколько украшений. Эта жалкая потеря хозяйку не особенно расстроила. В той шкатулке хранилась ничего не стоящая бижутерия. Ее принесли как-то раз в гостевую спальню, чтобы порадовать маленькую раскапризничавшуюся дочку одной из подруг хозяйки. Да так там и оставили. Но сам факт проникновения в дом очень рассердил Елизавету. Она была намерена устроить своей охране жесткий разбор полетов. Наконец появился Андрей, старший из троих сотрудников охраны в этом богатом доме. Его воспаленные глаза говорили о том, что он совершенно не выспался, размышляя, как выгородить себя во всей этой истории перед своей хозяйкой. Добрый вечер, Елизавета Ивановна. Осторожно поздоровался он. Ну, иди сюда, рассказывай уже, что произошло, грозным тоном сказала Елизавета. Охранник начал рассказывать ей подробности происшествия. Он даже упомянул, во что был одет мальчик, что несказанно удивило женщину. Ну, у тебя и память, едко заметила Елизавета. Откуда такие подробности? Так засмущался Андрей, так я сегодня просто посмотрел камеры в видеонаблюдении. Так значит, они работали. Какого черта ты мне их сразу не показал? Ну, я подумал, что вы хотели узнать от меня подробности этой истории. Какие к черту подробности? Мне просто нужен этот наглый воришка, найди его, надо его наказать, чтобы другим неповадно было, а если не найдешь, прощайся со своей работой. Охранник потускнел. Терять хорошо оплачиваемую работу ему вовсе не хотелось. В маленькой комнатке, сплошь уставленной мониторами, охранник нажал на какие-то клавиши, и на экране показалось изображение. Вначале ничего не происходило, камера просто снимала черный выход из дома, но уже через минуту на мониторе показалось движение. Дверь отворилось, и в дом зашел мальчик. Лица было не разобрать в полутьме. Андрей переключил изображение, и теперь видеонаблюдение велось со второго этажа. Было четко видно, как мальчуган вошел в гостевую спальню, роется в шкатулке, засовывает свою добычу в карман, выходит. Дальше на ускоренном просмотре было показано, как проходит по лестнице. На каком-то моменте хозяйка напряглась и приказала «Останови и увеличь». Женщина долго всматривалась в кадры, где маленький воришка рассматривает картину и вертится перед зеркалом. Дыхание ее участилось, руки задрожали, лицо покраснело и покрылось испариной. «Елизавета Ивануна, с вами все в порядке», осторожно поинтересовался Андрей. Но женщина будто не слышала его. У нее потемнело в глазах, закружилась голова, и она отключилась. Наверное, свалилась бы со стула, на котором сидела, но в последний момент ее успел подхватить Андрей. «Привет, дядя Дима», поздоровалась Маша, заглядывая в коморку к уборщику. Прошло две недели с Ваниного побега, сегодня был выходной, и Дима, как обычно, сидел и читал что-то у себя. «Добрый день, Машунь», улыбаясь, ответил он ей, однако глаза его были наполнены тоской. «Как поживаете?» спросила девочка, заходя в комнату. «Все хорошо, а ты как? Устал поди каждый день убираться?» «Живу как-то, терпим, в общем», неуверенно ответила девчонка. «Я на самом деле пришла сюда вас проведать, как вы после всего этого». «Я в порядке, Машенька, и очень ценю твое беспокойство», печально ответил Дмитрий. «А Ваня ничего не слышно?» «Нет», вздохнула Маша. После ухода Ивана всё изменилось. Жизнь как будто перестала быть красочной. Каждый день приносил ужасную боль. Уже на следующий день после побега, когда все узнали подробности его исчезновения, девочки объявили настоящую травлю. В столовой плевали в её еду, подкарауливали в душевой, обливали холодной водой. Однажды её в одном нижнем белье запихнули в комнату к мальчикам. Девчонка долго плакалась об этом дяде Диме, единственному человеку, которому можно было всё рассказать. От воспитателей и учителей поддержки больше было не дождаться. Ей занижали оценки, отчитывали за каждую мелочь, унижали при всех. Маша очень настрадалась за эту пару недель. Она понимала, что травля организован на гадюках, и сделать с этим ничего невозможно. А от Вани не было никакой весточки. Что с ним? Где он? Она так переживала. Маша уже стала бояться худшего, но всё ещё надеялась, что Ваня пока просто не нашёл способа с ней связаться. Полиция продолжала поиски, однако всё было бессмысленно. Не было ни единой зацепки, а Маша разумеется молчала. Она бы никогда не нарушила обещания. Несколько раз её вызывала директриса и угрожала разными способами, что её сдадут в психушку, отправят в колонию для несовершеннолетних, но девочка всё равно молчала. Она верила в дружбу и в честное слово, и ещё в новогодние чудеса, ведь где-то они существуют. А Ваня тем временем усиленно работал в кафе. Разносил заказы, мыл посуду, не гнушался и чёрной работы. Мыть полы ему было не привыкать, поэтому, подменив один раз уволившуюся уборщицу, он взял на себя и эту работу. Зарплату платили раз в неделю. Денег вполне хватало на еду и оплату квартирки, которую они теперь снимали на двоих с Васей. Остальное он экономно откладывал. В свободное время, надвинув поглубже капюшон, ездил по собачьим приютам. Но пончика нигде не было. Ваня не отчаивался и не сдавался и продолжал свои поиски. «Вот, заработаю и, наконец, подарю маме новую кофеварку», как-то сказал Вася своему новому другу между делом. Ему было уже двадцать лет и работал он в этом кафе почти год. Его мать жила в другом районе, однако часто навещала сына. И Вася обещал когда-нибудь познакомить её с Иваном. Ну а пока Ваня видел её лишь на фотографиях. Красивая женщина работает в адвокатской конторе у своего мужа. Ваня очень завидовал своему другу, ведь у него была полноценная семья. Правда, муж матери приходился Василию не отцом, а отчимом, но это совершенно не важно. Он был хороший дядька, по словам Василия, и относился к пасынку, как к родному сыну. Мать Васи имела какое-то тёмное прошлое, и до шести лет мальчик воспитывался у бабушки. Но потом всё наладилось, она забрала сына, вышла во второй раз замуж, у них сложилась нормальная счастливая семья. Вася любил свою мать и очень хотел её порадовать в Новый год. Поэтому пошёл подрабатывать в кафе параллельно с учёбой в юридическом институте, снимал квартиру, чтобы почувствовать себя взрослым, независимым от родителей. Иван понимал это чувство, он и сам испытывал точно такое же к уборщику Диме. Тот был для него всё равно как отец. Конечно, Ваня не говорил Васе о том, что живёт в детдоме, и всем новым друзьям рассказывал, что копит на подарок своему любимому дяде. «Роза, распорядись, чтобы сюда прибыли все мои агенты. Мне срочно нужна поисковая группа». «И позови Ольгу», приказала Елизавета, как только очнулась в постели. Девушка сразу же побежала исполнять приказ. Рядом с Лизой сидел её охранник и жалобно на неё смотрел. «Ну, не лучше ли вызвать полицию?» в недоумении спросил Андрей. «Нет», громко возразила она, «мне не нужна глазка. А то каждый будет думать, что ко мне в дом очень легко пробраться, ведь мой охранник очень любит подремать». Андрей молча отвернулся. Ему было очень неприятно слышать такие слова от владелицы поместья. Однако она была права. Он не справился со своей работой и теперь не вправе решать, что делать. Он утратил шанс стать настоящим доверенным лицом хозяйки. «Скажите, что вы увидели?» «Вы так испугались, а потом потеряли сознание?» осторожно спросил он Елизавету. «Не твое дело», отрешенно ответила женщина, не отводя взгляда от двери. Она ждала управляющую поместьем Ольгу. Именно она являлась тем человеком, который знал, почему обычный воришка вызвал такую бурную реакцию у Елизаветы Ивановны. Наконец дверь открылась и в комнату вошла Ольга. «Так, Андрей, все, оставь нас наедине», резко приказала хозяйка. Охранник со вздохом встал и вышел из комнаты, но остался у дверей, чтобы подслушать занимательный разговор этих двух женщин. «Оль, ситуация просто ужасная», произнесла Елизавета. «Этот воришка, это Иван, понимаешь?» «Ванька», изумилась управляющая, «сын этой шлюхи, вы уверены?» «Да, я уже вызвала всех агентов», продолжала Елизавета. «Его надо разыскать любой ценой, он представляет угрозу моему существованию». В комнате воцарилось молчание, а потом послышались шаги. Охранник отпрянул от двери, и та тут же распахнулась. Ольга ахнула от испуга. «Ты чего тут делаешь?» подозрительно спросила она. «Проверяю розетки», выкрутился Андрей. Женщина окинула его презрительным взглядом и ушла, громко стуча каблуками. Андрей прошел в свою комнату, чтобы обдумать услышанное. Видимо, этот воришка был им знаком. Звали его Иван, но эта информация Андрею ничего не давала, и он решил во что бы то ни стало докопаться до правды. Первым делом он пошел к Ольге, которая заведовала всем хозяйством и явно больше всех знала об этом мальчике. «Привет», дружелюбно произнес охранник, заглядывая в комнату к экономке. Та сидела за письменным столом и что-то судорожно записывала. «Чего тебе?» подала голос женщина, не отрываясь от бумаги. «Да спросить кое-что хотел», начал мужчина. «Ну так спрашивай, не тяни». «В общем, ты знаешь этого воришку», аккуратно задал вопрос охранник, закрыв за собой дверь. Женщина тут же оторвалась от документов и подозрительно на него посмотрела. «Ты не знаешь, во что хочешь ввязаться, Андрей. Лучше забудь про него, и все у тебя будет хорошо», строго произнесла Ольга. «То есть этот мальчик необычный? Он имеет какое-то значение для хозяйки?» Женщина встала из-за стола. На ее лице застыла маска гнева. «Я предупредила тебя», сказала она угрожающе. «Хорошо», поднял брови охранник, «но имей в виду, если ты не расскажешь мне все, что знаешь, то я расскажу твоей хозяйке, куда пропал ее бриллиантовый браслет. Ведь это сделала не та горничная, которую уволили со скандалом пару месяцев назад», с ухмылкой произнес мужчина. «Ты, наверное, не в курсе, но я успел записать копию видео, прежде чем ты его удалила». Ольга тут же помрачнела и снова села в кресло. «Ладно», нехотя пробормотала она, «все равно я чувствую правда скоро вскроется, я не думаю, что ей удастся хранить эту тайну вечно». «Что ты хочешь этим сказать?» с возрастающим интересом спросил Андрей. Ольга помолчала несколько томительных секунд, собираясь с духом, но потом все-таки рассказала давнюю историю, герои, которые похоже вновь собираются вместе на страницах этого повествования. Все началось очень давно. У нашей Лизаветы был родной брат Алексей. Он был тяжело болен. В последние месяцы своей жизни сидел в инвалидной коляске. Уж не помню, что за болезнь у него была, однако умер он очень рано. Был ему тогда лет 27, вроде бы. А через восемь месяцев после его смерти на свет появился этот самый Ваня. Оказалось, что одна из горничных забеременела от Алексея, а через месяц он и помер. Вот какая беда. Елизавета была вне себя от ярости. Чтобы у ее покойного брата оказался бастард от прислуги, такого она не могла позволить и выгнала эту девицу за шею. Но через несколько месяцев, как раз перед самым Новым Годом, вот в это же время, 15 лет назад, к самым нашим воротам подкинули корзину с младенцем, а в ней записка. Вот, мол, ваш племянник, звать его Иван, и поскольку у меня нет возможности его растить, передаю его в ваши руки. Ух, и разозлилась же опять хозяйка. Ведь шлюха назвала свое отродье Иваном наверняка, чтобы разозлить ее еще сильнее. Их с Алексеем отца звали как раз Иван, имя ребенку она менять почему-то не стала, но и себе его не оставила. Разумеется, отдала в приют, а вось усыновят. Похоже, бедный мальчишка либо попал в плохую семью, либо его вообще так и не усыновили. А самая суть в том, что Елизавета не имеет никакого права на этот дом и на все эти богатства. В завещании ее отца точно было указано, что поместье передается сыну Алексею. И по правилам, если у него тоже родится сын, впоследствии наследником будет он. Именно поэтому Лиза сбагрила подальше малютку Ивана. Во-первых, чтобы избежать всей этой шумихи, а во-вторых, чтобы получить наследство. Но ребенка в приют просто так отдать нельзя, они и так переполнены. И вы хотите сказать, что к ним просто так пришла женщина с миллиардным состоянием отдала ребенка и все, дело закрыто, перебила охранник. Нет, разумеется, наш Елизавет не такая глупая, иначе бы как она получила этот дом и все это богатство. Она заплатила директрисе детдома, чтобы та вечно хранила их тайну. Поэтому если Иван сбежал из приюта, она должно быть ужасно нервничает. На волоске висит ее карьера, ведь если весь этот обман вскроется, ее точно уволят. И даже, я думаю, посадят за взятки в особо крупном размере. Сколько она ей заплатила? Не знаю, но явно много. Очень много. До Андрея долго доходил смысл только что услышанной истории. Не верилось, что хозяйка, казавшаяся ему еще недавно женщиной порядочной, на поверку оказывается настоящей преступницей. «Где живет его мать, этого Вани?» внезапно спросил охранник. «Ну, ты задал вопрос», возмутилась Ольга. «Я с того момента вообще о ней ничего не слышала. А звали хоть как?» «Имени не помню, только фамилию. Кажется, Рубцова». «Рубцова», повторил мужчина и направился к выходу из комнаты. «Я не знаю, что ты задумал, Андрей», предупреждающе проговорила управляющая, «но чувствую, что ничего хорошего». «Помешать я тебе не могу, но и помогать тоже не буду, имей в виду. Я еще пока не сдурела, чтобы лишиться места. И еще хочу предупредить, Елизавета действительно опасный человек. И я... я более чем уверена, что ее брат умер не своей смертью». «Мне надо было кому-то это сказать, пусть это будешь ты». «И последнее, агенты Елизаветы уже ищут этого мальчика, понимаешь?» Охранник кивнул и вышел из комнаты. То, что он сейчас узнал, произвело на него огромное впечатление. Он решил, во что бы то ни стало отыскать мальчика и его самого. Ведь не зря же он служил во внутренних войсках особого назначения столько лет. Кое-какие навыки поиска людей у него имелись. Андрей пошел в свою коморку и снова пересмотрел камеры видеонаблюдения. Это когда он зашел на специальный сайт, куда у него был доступ по старой дружбе. Здесь можно было просмотреть адреса и многие другие данные людей по фамилиям. Скажем, в их городе жило больше двухсот рубцовых. Поиски заняли бы уйму времени, если бы охраннику снова не помогла Ольга. «Слушай, по-моему, ту служанку звали Анна. Белокурая такая. К сожалению, фотографии не осталось. Но ведь она могла и сменить фамилию», буркнула женщина, заглядывая в комнату. Теперь поиски сузились до 30 человек. Нужно было просмотреть всех и понять, кто может более-менее подойти. Охранник нашел двух женщин, которые показались ему подходящими. Записав их адреса, он решил съездить к ним. Приехавший агент только что покинул дом, оставив Елизавету один на один с ее проблемой. Она не знала, что ей теперь делать. Отравить брата казалось ей когда-то отличной идеей, пока на ее голову не свалился этот чертов младенец. А теперь уже почти взрослый парень. Он испортил все ее планы. Во-первых, вот-вот должен был наступить Новый год, который она собиралась встретить в Таиланде, но теперь эти планы полетели в Тартарары. А во-вторых, ее положение в этом доме теперь было очень шатким. Внезапно появившийся племянник представлял угрозу всему тому, что она так долго строила. Это было просто невыносимо. Елизавета налила себе еще вина, а затем в приступе внезапной ярости шваркнула бутылкой об стену. Темно-красная жидкость залила венецианскую штукатурку некрасивым пятном растекаясь на стене. Брызги и осколки рассыпались по полу и дорогому ковру. «Здравствуйте, вы Анна Рубцова?» спросил Андрей, когда ему открыла дверь женщина лет пятидесяти. Та смотрела на него в изумлении. «Да, я», неуверенно ответила женщина. «Ваш сын, Иван, вы помните его?» начал мужчина. «Конечно, это же мой сын, не понимая, чего хочет этот человек», отвечала женщина недоуменно. «Он сейчас находится в большой беде и...» «Как в беде?» крикнула женщина. «Он все-таки попал в аварию на этом чертовом мотоцикле, а я же говорила, ему всегда говорила, ох, доведет тебя эта чертова железка до беды, ох, боженьки!» И женщина принялась рыдать. Тут Андрей уже и сам не понял, что происходит. «Простите, какой мотоцикл?» «Нашему сыну всего пятнадцать лет». «Что?» возмутилась женщина. «Моему сыну уже давно как тридцать! Как вы смеете так меня пугать?» «Простите, кажется, вышла ошибка». «Простить? Да я из-за вас чуть инфаркт не получила». Андрей отошел подальше, так как женщина буквально набросилась на него с кулаками, а потом в гневе захлопнула дверь. Эта ошибка была очень неприятной. В следующий раз он пообещал себе быть более внимательным к словам, которые произносят. А то так и до суда дойдет. Доведет всех материть до инфаркта. Чего уж хорошего. «Добрый день, вы Анна Рубцова?» устало спросил охранник. Теперь ему пришлось ехать на другой конец города. «Да, я». «А кто беспокоит?» ответила открывшая дверь молодая опеки. «Тут такая история вышла. Когда-то у вас был сын, Иван». «Нет», удивленно ответила она, «но...» «То есть у вас не было ребенка 15 лет назад?» перебил ее мужчина. Он уже понимал, что это снова не та Анна, которую он ищет. Той женщине должно было быть больше 40 лет, а этой можно было дать максимум 30. «Да нет же, ну почему вы...» Но договорить ей не удалось. «Вы нашли моего Ваню?» Вдруг раздался голос позади. Андрей обернулся и увидел другую женщину, поднявшуюся по лестнице. В руках у нее было два пакета с продуктами. «А вы кто?» удивился Андрей. «Я Анна Рубцова», заявила женщина. «А это...» она указала на девушку в дверях. «Это моя подруга». Мужчину пригласили войти в дом и тот сразу же согласился. «Почему вы представились Анной?» спросил мужчина у девушки. «Так я ждала мастера, чтобы починили интернет. Аня оформила заявку на себя, отошла в магазин, а тут вы пришли. Ну и я что-то растерялась». Мужчина поднял брови и понимающий кивнул. «Так вы Андрей из органов опеки?» взволнованно спросила настоящая Анна, разглядывая гостя. «Не совсем так», смущенно ответил охранник и рассказал им все, что знал, а также изложил весь свой дальнейший план действий. «В таком случае, закончил он, вашему сыну точно не поздоровится. Вы готовы мне помочь?» «И вы еще спрашиваете?» «Я искала его столько лет, но мне сказали, что его давно отдали на усыновление, увезли бог знает куда. Что от меня требуется? Я готова прямо сейчас ехать куда угодно!» кричала она в возбужденном состоянии. «Нам нужно срочно отыскать его и сделать это быстрее, чем сделают люди Елизаветы», решительно произнес мужчина. Первым делом они поехали в детдом. Это было самое логичное место, куда мог вернуться мальчишка. Адрес приюта, куда когда-то отдали младенца, Андрею подсказала Ольга. Анна и Андрей отправились именно туда. «Дружище, мы ищем вот этого мальчика. Может быть, ты знаешь такого?» спросил Андрей у охранника, протягивая фото, на котором был запечатлен Иван. Это был скриншот с камер видеонаблюдения. Охранник внимательно осмотрел фотографию и произнес. «Есть у нас такой, Иваном зовут, Иван Четвергов, как не знать, сбегает отсюда, то и дело. Вот и сейчас в бегах. До сих пор найти не могут. А у вас есть о нем какая-то информация? Тогда вам к директору». Пара переглянулась. «Возможно», ответила женщина. «Где ваш директор? Сейчас я позвоню в приемную». «Входите», послышалось за дверью. Андрей с Анной последовали указанию хорошо поставленного голоса. Екатерина Сергеевна приняла их с совершенно каменным выражением лица, хотя ей уже сообщили причину этого визита. «Слушаю вас». Анна тут же разволновалась. «Я пришла за своим сыном. Его зовут Иван Четвергов, так нам здесь сказали», воскликнула она, хотя они с Андреем и договаривались сразу не раскрывать все карты. «Что ж, я вас расстрою», бесстрастно ответила Гадюка. «Этот мальчик пропал несколько недель назад. Наверное, скоро его признают погибшим». Анна в отчаянии посмотрела на Андрея. Ее глаза будто кричали. «Она что, говорит правду?» «Ничего подобного», уверенно сказал он, обращаясь к директрисе. «Он жив, и недавно камеры видеонаблюдения засекли его в одном пригородном поместье». «В поместье?» с некоторым удивлением переспросила Гадюка. «Неважно», буркнул Андрей, понимая, что ляпнул лишнего. «То есть вы не обладаете никакой информацией, верно?» Женщина подозрительно на него взглянула, а потом на ее лице возникла едва видная злобная ухмылочка. «Нет, не обладаю», как можно более убедительно ответила Екатерина. Тогда мужчина молча встал и пошел к выходу, а за ним пошла и Анна. директриса не пыталась их остановить, однако она позвонила куда надо. «Елизавета Ивановна?» спросила Гадюка в трубку. Послышался какой-то вздох, а потом усталый голос произнес. «Что вам нужно? Кто дал вам этот номер?» «Это Екатерина. Екатерина Сергеевна, директор приюта. Уверена, что вы меня помните. Хочу сообщить вам не особенно приятную вещь. Дело в том, что Иван пропал?» «Да неужели?» с иронией отозвалась Елизавета. «Вы знали?» «Милочка, мы уже давно ведем поиски, а с вами у меня будет отдельный разговор. Если мне не изменяет память, много лет назад мы с вами хорошо поняли друг друга, как вы могли его упустить, и почему он вообще до сих пор в приюте. Вы должны были избавиться от него давным-давно». На это я хотела предупредить, что в приют только что заходила какая-то пара, которая ищет его. Они настроены решительно. «Я подключила все свои службы, мы разыскиваем его и найдем». «Молитесь, чтобы никто ничего не узнал», злобно прошипела Елизавета и бросила трубку. А Екатерина слушала короткие назойливые гудки и нервно кусала губы. «Где нам его искать?» плакала Анна, когда они с Андреем спускались по лестнице, выходя из приюта. «Успокойтесь, мы найдем вашего Ваню», успокаивал ее Андрей, открывая калитку. Внезапно их окликнула какая-то девочка. «Ваню?» громко спросила Маша, перестав сгребать снег. Она просто не смогла сдержаться. Андрей повернулся, наморщил лоб и взглянул на ее вопросительно. Они с Анной переглянулись и подошли к девочке. «Привет, ты что-то знаешь о Ване?» спросил Андрей. «Да, это мой друг, а вы кто?» «Мы тоже его друзья, поверь», ответила ей Анна. Маша долго и недоверчиво разглядывала лицо этой женщины и, наконец, кивнула. «Я вам верю, вы добрые». «Он недавно передал мне письмо». «Какое письмо? Ты можешь нам его дать?» быстро спросила Анна и посмотрела на девочку с огромной надеждой. В глазах ее стояли слезы. «Мне пришлось сжечь его, чтобы Ваню не поймали», едва слышно выговорила Маша. «Что было в этом письме? Кто может причинить ему вред? Он кого-то боится? Ему угрожали? Где он сейчас?» Анна просто засыпала Машу вопросами. И Маша рассказала им все, что приключилось. Из-за чего Иван сбежал и где его можно найти? У нее уже просто не было сил молчать и держать все в себе. А эти люди, они явно были им очень заинтересованы. Она поверила им, угадав каким-то шестым чувством, что их намерения в отношении Ванечки самые хорошие. «То есть сейчас он работает в этом кафе?» уточнил Андрей, когда Маша закончила свой рассказ. Девочка утвердительно кивнула. «Спасибо тебе, милая», Анна ласково погладила ее по щеке. «Я никогда не забуду, что ты сделала для моего сына». «Для сына?» изумилась Маша. «Вы...» «Да, я его мать», утвердительно кивнула Анна, закусив губу, чтобы не расплакаться прямо здесь, во дворе этого страшного места. «Пожалуйста, не говори никому пока, обещаешь?» «Конечно», Маша завороженно смотрела на нее. «Я знаю, вы его найдете, обязательно найдете». Когда эти двое взрослых ушли, Маша еще долго стояла, глядя им вслед, и слезы радостной надежды текли и текли по ее разгоряченным от волнения щекам. И даже не думали замерзать. «Так, по этому адресу у нас находится кафе Карибия», пробормотал Андрей, усаживаясь в машину и глядя в навигатор. Отсюда до места сорок шесть минут. «Карибия?» изумилась Анна. «Но там же работает мой сын». «Ну, разумеется», Андрей с беспокойством поглядел на женщину. «Девчонка нам так и сказала». «Вы не поняли», затрясла головой Анна. «Другой сын. До рождения Вани у меня уже был ребенок, я была замужем родила мальчика, ему сейчас двадцать, получается, он теперь работает в одном месте с Ваней». «О, Господи!» Андрей закатил глаза. «Эта история час от часу приобретала все больше и больше размах». «Здравствуйте», дружелюбно улыбнулась новым посетителем девушка за барной стойкой. «Проходите, присаживайтесь, сейчас к вам подойдет официант». «Спасибо, но мы здесь по другому поводу. Нет-нет, не нужно кофе, спасибо. Мы ищем некоего Ивана, мальчика пятнадцати лет, нам сказали, он здесь работает». «Я сейчас уточню», лучезарно улыбнулась бариста и шмыгнула в подсобку. «Алина Викторовна, там Ваню спрашивают, по виду очень серьезные люди». «Ну, вот еще не хватало», обеспокоилась управляющая. «Он у нас не числится в штате, может быть, это какая-то проверка. Скажи им, что они ошиблись, я сейчас позвоню ему и предупрежу, чтобы сегодня не приходил. Спасибо, Катенька». «Спасибо за ожидание», все так же улыбаясь, Катя появилась вновь. Незнакомцы терпеливо ждали. «К сожалению, у нас нет сотрудников с тренировали. Извините». Ваня неторопливо шагал по улице. Сегодня ему дали неожиданный выходной. В кафе пришла какая-то проверка и всех внештатников распустили по домам. Что-то там с налоговой. Жаль, конечно, терять заработок, но зато освободилось время для поисков пончика. Мальчик не оставлял надежды найти своего ушастого друга, но сейчас было уже довольно поздно. Оббегав безрезультатно полгорода, разочарованный Ваня подходил к своему подъезду, как вдруг на его пути встал огромный мужчина. Он был похож на настоящего великана. Ване показалось, что тот был метра два с половиной ростом. На нём был чёрный костюм, чёрная рубашка и тёмные очки. Выглядел он ну очень внушительно. Со скрещенными на груди руками мужчина басом спросил. Иван Четвергов? Мальчишка так перепугался, что машинально кивнул и в тот же миг вильнул в бок и пустился на утёк, почувствовав нутром опасность. Но этот громила его догнал в два прыжка, повалил на землю и закрутил сзади руки. Лежать! Дальше всё расплылось, как в плотном ночном сумраке. Сильная боль от укола в плечо, его куда-то тащат, хлопок автомобильной двери, темнота. Машина остановилась прямо у дома, где снимал квартиру Васильих, а вместе с ним и Ваня. Анна Пулей выскочила из салона и побежала ко входу в подъезд. За ней подтянулся и Андрей. Вася приметил их ещё изнутри, бросив взгляд за окно первого этажа. «Мам!» он вопросительно взглянул на неё, открывая дверь. «Что ты тут делаешь? Что-нибудь случилось?» Выражение лица матери его ужасно напугало. «Васенька, сынок, ответь мне, прошу тебя, с тобой вместе работает мальчик по имени Иван, он вроде недавно устроился в ваше кафе». «Откуда ты знаешь Ваню?» Сын всё больше удивлялся происходящему. «Просто ответь, прошу тебя», вставил свои пять копеек Андрей. «Нет времени объяснять, кто я такой и при чём здесь твоя мать». Парень уставился на этого незнакомого ему мужчину с недоумением, но всё же сказал. «Да, разумеется, я знаю Ваньку, он же живёт вместе со мной. Я тебе говорил на прошлой неделе, мам, что нашёл соседа по квартире». «О, господи!» вскричала Анна и, что было силы, хлопнула себя по лбу. «Мама!» изумился Василий. «Да что с тобой?» «Сынок!» «Сынок, я тебе всё потом объясню. Береги себя!» Быстро проговорила Анна, чмокнула его в щёку и буквально выбежала из подъезда. За ней вышел и чужой мужик, предварительно дружески похлопав Василия по плечу. Ничего не понимающий парень пожал плечами, закрыл дверь и вернулся к своему компьютеру. «О, вот и мои гости!» произнесла со злобной иронии Елизавета, когда Анна и Андрей вошли внутрь. «А я позднились. Неужели правда надеялись найти мальчишку быстрее меня?» «Что ж ты молчишь, мой преданный охранник? Ничего не хочешь мне рассказать?» Андрей понял, что она уже всё знает. Наверное, Ольга всё же не стала скрывать и растрепала эту историю. Или её заставили рассказать. Скорее, всё-таки второе. «Где мальчик?» строго спросил Андрей. «На вашем месте я бы не надеялся, что такое сойдёт ». Рассмеялась Елизавета и икнула. Похоже, она была очень пьяна. «А мальчика?» «Нет», издевательским тоном добавила Елизавета. «Пуф!» Испарился. «Да и был ли мальчик? А?» «Куда ты делала моего сына, мерзавка?» воскликнула Анна. Её гневу не было предела. Эта женщина испортила ей всю жизнь, выгнала на улицу, когда она больше всего нуждалась в пристанище и работе, потом отобрала сына. Она растоптала всё. Всё! Лицо Елизаветы изменилось. Теперь она не улыбалась, а лишь презрительно и гневно смотрела на Анну. «Как ты смеешь меня так называть?» «В моём же доме!» возмутилась хозяйка особняка. И тут произошло то, чего не ожидал никто. Анна накинулась на Елизавету, и обе женщины сцепились в драки, свалились на пол. Анна как кошка вцепилась в свою противницу когтями и стала драть ей волосы на голове, а Елизавета отбивалась и истошно орала, дёргая свободными ногами. Андрей бросился их разнимать, и ему досталось в пылу сражение. «Где мой сын?» истерично кричала Анна. Наконец прибежавшая на шум управляющая помогла Андрею расцепить схватившихся женщин. Анна рухнула в кресло, зажимая рукой расцарапанную щёку. Елизавета, тяжело дыша, сидела на пуфике возле камина. «Тебе это с рук не сойдёт», наконец нарушила напряжённую тишину Анна. «Ты всерьёз думаешь, что сможешь мне противостоять?» ухмыльнулась Елизавета. «Я не позволю тебе испоганить мою жизнь. Всё было прекрасно, пока здесь не появилась ты, шлюха. Как ты посмела соблазнить моего брата?» «Мы любили друг друга», плакала Анна. Конечно, она понимала, что лучше не показывать слабость перед этой страшной женщиной, но эмоции зашкаливали. «Он был твоим родным братом, как ты могла?» «Я не виновата, что родилась женщиной. Мой спятивший папик завещал всё ему, ему, а не мне. Он забрал бы себе всё наследство, обеспечить своё будущее. Я его тоже любила. Когда-то. Мне тоже нелегко дался этот выбор. Я не убийца, но мне пришлось его убить. Пришлось, понимаешь? Он сам виноват. Сошёлся с прислугой, заимел ребёнка от какой-то прошмандовки. «Значит, это вы убили его?» подал голос Андрей. «Как именно?» «О, это было легко», рассмеялась Елизавета. Выпитое спиртное совершенно развязало ей язык. «Я долго, очень долго и очень осторожно, совсем по чуточке», подсыпала ему в пищу крысиный яд, победно заявила она, как будто рассказывала о своих заслугах. У него всегда было слабое здоровье, никто ничего не заметил. Даже врач, который выписал свидетельство о смерти. Но этот ребёнок... Она поморщилась, как от зубной боли. «Ты выкрала его у меня!» Анна снова вскочила с кресла, глаза её яростно сверкали. «Как ты посмела отобрать у меня моего малыша?» «Никого я не выкрадывала!» возмутилась Елизавета. «Ты сама подкинула мне его прямо на крыльцо!» «Что?» Анна от возмущения раскрыла было рот, но не смогла сказать ничего, и только молча, как рыба, выброшенная на сушу, с шумом втягивала воздух в пустых попытках дышать. «Так, я думаю, на сегодня уже достаточно», вдруг раздался чей-то чужой и властный мужской голос. Он прозвучал так неуместно в этом доме, что все присутствующие вздрогнули от неожиданности, все, кроме Андрея. «Всем оставаться на своих местах», новая фраза добавила к звуку и самого обладателя повелительных фраз. В комнату, топча сапогами чистейшие ковры, вошел мужчина в полицейской форме, а за ним еще два. «Это задержание», объявил вошедший будничным тоном. «Гражданка Лисовская Елизавета Ивановна, вы задержаны по подозрению в предумышленном убийстве». Немая сцена, продолжавшаяся после этих слов добрых две или три минуты, завершила этот насыщенный событиями вечер. Это потом уже все начали оживленно говорить, а кое-кто кричать и сыпать угрозами, но к сути нашего повествования это совершенно не относится. Иван сидел на казенной кровати, обмотанной смирительной рубашкой. Больше всего на свете ему хотелось плакать. Он уже испробовал все — вырываться, драться, бежать открыто, разбив окно или скрытно, найдя какую-нибудь лазейку, но, увы, отсюда убежать было невозможно. До Нового Года оставалось всего два дня, и, похоже, этот праздник он встретит в самой настоящей психушке. Когда его привезли обратно в детдом, ему не дали даже поговорить ни с кем из друзей. Сунули в подвал, как обычно, а оттуда вывели через несколько часов и отвезли вот сюда. Тут его пичкали успокоительными за любое не вовремя сказанное слово. За попытки побега привязали к кровати, делали какие-то уколы, после которых жутко болела голова и было вообще все равно на все. Временами Ване казалось, что он уже умер и попал прямиком в ад. Вот только за что. Когда увезли Елизавету, Андрей снова воспользовался своими давними связями, с помощью которых они очень быстро нашли, куда увезли Ваню. В приемном покое психушки, где он оставил Анну, которой совершенно нечего было делать в палате, ужасно воняло карболкой. Обернувшись, он увидел ее лицо. Оно было совершенно белым и, казалось, сливалось со стенами. Нет, стены-то были грязными, а вот на лице Анны не было ни единой кровинки. «Простите, а вы кто?» спросил Иван, когда открыл глаза и увидел возле своей кровати незнакомую женщину, сидящую на стуле в изголовье. Похоже, он сказал это слишком тихо, она не услышала его. Приглядевшись, Ваня понял, что она спит, сидя, в неудобной, неловкой позе. То ли эти таблетки, которыми так его пичкали, очень повлияли на его физическое и ментальное состояние, то ли он тоже спал, но ему показалось, будто он где-то ее уже видел, в каком-то далеком, прекрасном сне. Ваня улыбнулся своим сказочным воспоминанием и снова закрыл глаза. Когда он проснулся в следующий раз, она тоже была здесь и еще раз, и еще. Ну, что ж, строгий врач еще раз внимательно осмотрел Ивана. Я думаю, пациента можно выписывать, но только под вашу ответственность, сказал он Анне. После праздников обязательно вернетесь, нам нужно будет сделать обследование, повторно сдать кровь и мы обязательно приедем, доктор, перебил его мужчина крепкого телосложения, стоящий рядом. Какие вопросы? Ну, внезапно сказал Ваня, но я ведь совершенно вас не знаю, куда вы собираетесь меня увозить? Без твоего желания никуда, улыбнулся ему мужчина. Но я думаю, кое-кто нам сможет в этом помочь. Ваня весь напрягся, ожидая новых ударов судьбы. Эти люди были довольно милыми, они не кричали, не пичкали его лекарствами и вообще обращались с ним хорошо. Кто знает, он уже привык к тому, что доверять никому нельзя. К тому же ему рассказали какую-то сказочку о том, что у него теперь будет настоящая семья и свой дом или что-то наподобие, он теперь плохо запоминал события. Все было как-то размыто. «Ванечка!» в палату зашла девочка лет четырнадцати и подошла к его кровати. «Ваня, ты меня помнишь?» спросила она его с надеждой. «Ведь правда помнишь?» «Маша», улыбнулся мальчик, «Ты Маша». «Правильно!» она смеялась и плакала одновременно. «Ты узнал меня, узнал!» «Ванечка, послушай, пожалуйста, что я тебе скажу. С тобой больше ничего плохого не случится, слышишь? Все кончилось. Нашу гадюку посадили в тюрьму, представляешь? У нас теперь другой директор, такая милая женщина, она нам елку поставила в холле, представляешь? Настоящую новогоднюю елку!» «Здорово!» восхитился Ваня, слабо улыбнувшись. «Наверное, я все-таки сплю», решил мальчишка. «И мне все это снится». «Ну и пусть, не хочу просыпаться». А Маша все говорила и говорила что-то, щебетала, как веселая маленькая птичка. Кажется, она сказала, что ему нужно уехать с этими хорошими людьми. Ну, раз Маша так сказала. Он проснулся еще раз. На этот раз в другой постели, вроде не в больничной. Вокруг было так... так странно, уютно, что ли. Где он? Вроде не в детдоме и уж точно не в психушке. Ваня полежал немного с открытыми глазами, огляделся. Комната обставлена, как у людей, которые живут у себя дома. Шторы на окнах, цветы, мягкий ковер, стеллаж с книгами, письменный стол, компьютер. Стоп. Что это за звуки? Он осторожно опустил ноги с кровати, голова вроде не кружилась больше. Попытался встать, опираясь о стены, доковылял до двери. Странно, даже не заперто. Маф, маф, раздалось опять еще ближе, и в комнату вихрем ворвался маленький коричневый песик с большими смешными ушами. Вихляя всем туловищем от восторга, он бросился к Ване, стал ласкать, скакать на задних лапках, пытаясь допрыгнуть до лица своего друга. «Пончик!» дрожащим голосом выговорил Ваня. «Пончик! Это правда ты?» «Аф-аф!» подтвердил песик и поспешно уселся на задние лапы, а передними сделал зайку. «Пончик! Мой маленький!» закричал Ваня вне себя от радости, подхватил собачку на руки и крепко прижал к себе. А тот, дорвавшись, наконец облизывал соленую воду с Ваниных щек своим мягким розовым язычком. «Ванечка, ты проснулся!» В комнату вошла улыбающаяся женщина, та самая, которая была с ним в больнице. «Как себя чувствуешь?» «Вроде нормально», смущенно ответил мальчик и попытался вспомнить, кто она такая, почему она здесь, почему он здесь. «Тогда одевайся, пойдем вниз, все уже собрались и ждут, когда ты проснешься». Эта новая загадочная фраза снова смутила Ваню, он по-прежнему понимал. «Не волнуйся, все будет хорошо», сказала ему женщина и посмотрела так ласково, что он сразу же ей поверил. К тому же теперь у него снова был пончик. Она вышла, а Ваня даже забыл ее спросить, откуда здесь его песик. Может, он все-таки умер и теперь попал наконец в рай? А эта женщина самый настоящий ангел. Хорошо бы. Внизу, куда он спустился с ее помощью по лестнице, собралось столько народу, аж зарябило в глазах. Он увидел дядю Диму и радостно улыбнулся ему. Рядом сидела Маша, она сразу же подбежала и крепко обняла его и даже немного всплакнула. Потом был еще этот высокий качок, который тоже приходил в больницу, и Вася. «А ты откуда здесь?» удивленно спросил его Ваня и хотел добавить, «Неужели ты тоже умер?» Но это было бы несколько нетактично, и он промолчал. А Вася рассмеялся и сказал, что скоро он все узнает. Потом все стали говорить. Сначала высокий качок. Он рассказал, как подслушал разговор своей хозяйки с ее управляющей, и понял, что оборвыш, проникший в дом, не просто уличный бродяжка. Понял и ужаснулся, насколько же люди могут быть жестоки. В душе его что-то перевернулось, и он решил помочь этому мальчику и его матери. Ваня внимательно слушал, но понял не все. Впрочем, он вспомнил, что действительно был в каком-то богатом доме и зеркало, и разбитую вазу. «Там был портрет», внезапно сказал он вслух и засмущался. Все обратили свой взор на него. «Правильно», осторожно сказал высокий мужчина. «Ты вспомнил, это хорошо». «Он был очень похож на меня», выговорил Ваня и смущенно улыбнулся. «На этом портрете был изображен твой отец». Милая женщина подошла ближе и пытливо заглянула ему в глаза. «Понимаешь?» «Да», кивнул Ваня. «Он не особо поверил в эту информацию, но нужно было как-то изобразить вежливость. Вон они как все волнуются». «А я... я твоя мама», сказала женщина еще тише и прослезилась. «Ванечка, сынок». «Мама?» Он поглядел на нее даже с испугом. «Мама?» «Да, да». Она обняла его и крепко прижалась щекой к его щеке. «Сыночек мой, нас разлучили с тобой давным-давно, когда ты только родился. Плохие, очень плохие люди. Но теперь все хорошо, слышишь? Все будет хорошо. Я нашла тебя, Ванечка мой». «Ну, давай пять, братан». «Ну, давай пять, братан», к ним подошел Вася и похлопал Ивана по плечу. «Слышь, хватит обниматься». «Вася», укоризненно произнесла Анна и выпустила Ваню из своих объятий. «Выходит, мы с тобой братья?» сообщил Василий ошарашенному Ивану. «Вот так, прикинь». На это Ваня уже ничего не смог ответить и только покрутил головой. «Ладно, еще привыкнешь», рассмеялся Вася и снова хлопнул его по плечу. «Ваня», к нему снова подошла Маша, «поздравляю, теперь у тебя есть настоящая семья». Маша, сглотнув подступивший ком в горле, осторожно сказал Ваня, «А ты кто? Наверное, моя сестра». «Нет», засмеялась девочка, но в ее смехе явно слышны были оттенки горечи. «Я просто Маша, как и прежде, твоя приютская подруга. Только ты теперь не будешь жить в приюте. У тебя нашлась мама, представляешь, и сегодня Новый год, и все так замечательно». «Ах, Ванечка, какой ты счастливый, я так рада за тебя, правда-правда». Подбежал верный пончик, завилял хвостом, радостно залаял и уселся рядом с Ваней всем своим видом, выражая полнейшее собачье счастье. Вот, мол, у меня наконец хозяин нашелся. «Дядя Дима», Ваня поискал глазами своего старшего друга, «А вы...» «Я тоже ничуть не изменился», улыбнулся теперь, когда стал таким счастливым и богатым молодым человеком. «Я богатым?» изумился Ваня и вдруг рассмеялся во весь голос. «Я понял», сквозь смех сказал он, «Вы меня просто разыгрываете, да?» «Никто тебя не разыгрывает, парень». Андрей подошел и положил тяжелую руку ему на плечо. «Тебе сейчас так нелегко, потому что тебя накачали по самой «не хочу» всякой дрянью в психушке. Вот твоя голова и выкидывает разные фортеля. Но ты уже почти поправился и это пройдет, а все остальное останется. Твоя мать, твоя семья и твой новый дом. И да, теперь ты довольно состоятельный молодой человек, твой друг прав. Вернее, скоро будешь богатым. Нужно еще оформить соответствующие документы». «Не парься, Вань», опять встрял в разговор Вася. «Потом едешь, а сегодня будем встречать Новый год и веселиться». «Ладно», Ваня кивнул. «Действительно, сейчас он не станет раздумывать над всей этой историей». «Не стоит, пожалуй». «Подумает как-нибудь потом». «Но скажите мне только», он опять обратился к дяде Диме, «Как нашелся пончик?» «Мы с Машей искали его, пока ты лежал в...» запнулся на мгновение Дмитрий. «Пока ты лежал в больницах». «И нашли, знаешь где, в цирке?» «Совершенно случайно». «Мы ходили по всем городским приютам. Когда уволили нашу гадюку, к нам назначили другую директрису». «При ней можно жить, знаешь ли. Машу даже в город со мной теперь отпускают под мою ответственность». «Пишешь заявление и вперед». «Главное, чтобы кто-то из взрослых поручился». «Ну, избегать не стоит», Дмитрий хитро прищурился. «Хотя некоторым это очень даже пошло на пользу». В этот Новый год Ваня ушел спать очень рано. Несвойственно ему рано. Но потом ни чуточки об этом не жалел. Потому что проснувшись следующим утром, он наконец понял, что все это ему не снится. У него на самом деле есть теперь дом, есть семья, есть мама. В следующие несколько дней он знакомился со своими новыми родственниками. И они снова и снова объясняли и рассказывали ему эту удивительную, почти чудесную историю. Наконец, он стал кое-что понимать. «Значит, Вася родился еще до меня, да, мам?» спрашивал он Анну за вечерним чаем. «Ну, ты даешь, братан, конечно, до тебя», хохотал старший брат и пихал его в бок, причем довольно чувствительно. А улыбающийся вовсю пасть пончик, сидел под столом и иногда касался своим холодным мокрым носом Ваниной ноги. «Да, дорогой», отвечала в который раз терпеливая мать, не обращая внимания на ужиньки своего старшего сына. Я тогда была замужем за Васиным отцом, но потом мы развелись, он оказался очень плохим человеком, и я с маленьким ребенком на руках осталась без средств к существованию. Пришлось мне устроиться прислугой в богатый дом, а Васеньку пока оставить с бабушкой. Кстати, она завтра приезжает, и вы сможете наконец познакомиться. Так вот, в том доме, куда ты недавно так удачно попал, я познакомилась с твоим отцом. Мы полюбили друг друга, но у него с самого детства было очень слабое здоровье, и его сестра Елизавета воспользовалась этим обстоятельством. Она отравила его, подсыпала месяц за месяцем яд ему в пищу. Он становился все слабее, вскоре уже не мог передвигаться самостоятельно. Я уговаривала его обратиться к врачу, но он... Но он лишь грустно улыбался и говорил, что давно готов ко всему. Я была в отчаянии. Когда он умер, я подумала, что тоже умру, но потом поняла, что беременна. Когда об этом узнала Елизавета, она без сожаления вышвырнула меня из дома и даже не заплатила за последние месяцы работы. А когда родился ты, я была так слаба, роды были очень тяжелые. Потом пришли врачи и с ними следователь и сказали мне, что мой ребенок пропал. Я снова чуть не умерла от ужаса и сразу догадалась, кто мог такое сотворить. Но доказать было ничего невозможно. Елизавета была для меня простой женщиной без денег и без связей совершенно недосягаема. «Однако, тебя украла вовсе не она», сказал сидящий за столом со счастливым семейством Андрей, а ее управляющая Ольга. Дело в том, что эта самая Ольга была когда-то близкой подругой Елизаветы. Знала, что та имеет склонность к алкоголизму и знала еще кое-что, а именно, что у ее подруги по совместительству хозяйки никогда не будет собственных детей. Она рассчитывала со временем склонить ее написать завещание в свою пользу. И, надо сказать, впоследствии в этом очень преуспела. Но тогда на ее пути стоял ты, новорожденный сын законного наследника. Никак нельзя было допустить, чтобы твоя судьба оставалась неизвестной. Убить ребенка она не решилась, но заплатила кое-кому, чтобы тебя выкрали из роддома и подбросили Лизавете, в надежде, что та уж не погнушается такой мерзостью. Но Лизавета тоже не стала брать лишний грех на душу к разочарованию Ольги, а отправила тебя прямиком в приют. Договорилась с директрисой, что тебя усыновят и увезут подальше из города. Но почему же никто меня так и не усыновил, удивился Ваня. Я что, никому не нужен был со своими разными глазами? Говорят, это генетическое уродство, да? Кто тебе сказал такую глупость, схватилась за голову Анна. Тебя не усыновили, потому что ваша гадюка хотела иметь тебя при себе, поближе, чтобы при случае шантажировать Елизавету. А если она умрёт, запудрить тебе голову всякими байками и получить её наследство. Она бы нашла способ, как отобрать его потом у тебя. Это точно. Лицо Ивана помрачнело при воспоминаниях о своей бывшей директрисе. Ну, ну, не будем о грустном. Маша, сидящая тут же, обняла мальчика за плечи. Всё уже давно позади. Какой же я дурак! Вдруг хлопнул себя по лбу Ваня. Я же совсем забыл о подарке. Вася, Вась, ты сохранил мои деньги? Ещё спрашиваешь? Иронично возмутился брат. Вот они. Он вышел в коридор, достал из кармана куртки кошелёк и передал Ивану несколько купюр. Я очень хотел купить Диме пальто в подарок на Новый год, смущённо объяснил всем Ваня. Ну, опоздал. Новый год уже прошёл. Ничего, успокоил его Андрей, ещё Рождество впереди. Чем не праздник? И действительно, 7 января большое счастливое семейство вновь встречало гостей. На этот раз во главе стола сидел хозяин этого дома, муж Анны, известный в городе адвокат. В самом разгаре вышеописанных событий он был в отъезде, но потом активно включился в историю с младшим сыном своей жены, и именно его профессиональная помощь, плюс неоценимые связи Андрея, и решили исход этого сложного дела. Дядь Дима, смущаясь начал Ваня, когда все его друзья и близкие вновь расселись за одним большим столом. Все эти годы вы... Ты был для меня как отец. Без тебя я бы не выжил в этом детском доме. Я очень тебе благодарен, правда. Ведь я убежал в тот последний раз, чтобы заработать денег и купить тебе в подарок пальто на Новый год. И я смог. Вот. Возьми, пожалуйста, не отказывайся, прошу. Парень протянул своему другу увесистую подарочную коробку. Для меня это очень важно. Спасибо, дружище, растроганно сказал Дмитрий. Я бы без тебя тоже там не выжил. Ну, а теперь давайте поднимем тост, сияющими глазами произнесла Анна. За дружбу. Ведь именно дружба хороших, настоящих людей помогла нам с Ваней вновь найти друг друга. И еще одно. Я тоже знаю, какой подарок хочу на это Рождество. При этих словах матери Ваня весь напрягся, вжал голову в плечи. Он вдруг понял, что для нее-то у него нет никакого подарка, а он только что подарил дорогущее пальто Дмитрию. Вот это сын называется. Но Анна на него в этот момент даже не посмотрела. Она перевела взгляд на Машу. Я думаю, ты мне в этом сможешь помочь, Машенька. Я? Растерялась девочка. Как? Понимаешь, недавно глядя на вас с Ваней, я поняла, что мне для полного счастья не хватает. И что же? Заинтересованно спросила Маша. Дочки? Скажи, дорогая, ты хочешь быть моей дочкой? Ох, от волнения девочка не смогла выговорить больше ни слова. На ее глазах навернулись слезы восторга. За нее все сказал Ваня. Мама! Он кинулся на шею к матери и крепко ее обнял. Спасибо, мам. Для меня это тоже самый лучший подарок на Рождество. Вот такая вышла новогодняя история в одном из самых обычных городов с самыми обычными людьми, которые умеют ценить дружбу, свою семью и всегда стараются поступать правильно. Продолжение следует... ... ... ... ... ... Продолжение следует...